Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио И сегодня у нас по одному из современных календарей 3 июня 2016 года пятница А по одному из старинных 13 день месяца ветров 7500 до 4 лета Понедельник И мы начинаем живой эфир, который обозначен такой темой Ревизия наследства древних цивилизаций Главный соведущий, долгожданный многими нашими радиослушателями Вадим Чернобровь Здравия тебе, Вадим! Добрый вечер всем! Рад всех слышать И в продолжение услышанного предисловия мною Добавлю, что неважно Вернее, это очень важно, безусловно Какое сегодня лето? 2016 или 7000 какое-то? А может быть, 13000 какой-то? А может быть, вот это может быть На самом деле и будет являться нашим сегодняшним ключевым вопросом Сколько нам лет? Почему мы сомневаемся в этом вопросе? То есть уверенности, по большому счету, если честно У меня на этот счет нет Ну и одним словом Устроить ревизию того, что мы знаем о своем прошлом По-моему, время от времени более чем полезно По крайней мере, я и сам для себя лично Пытаюсь время от времени Честно найти ответы на вопросы Не принимаем ли мы Очень часто желаемо за действительное Откровенно говоря Мне, наверняка, как и большинству наших радиослушателей Было бы гораздо приятнее и гораздо спокойнее осознавать Что мы являемся наследниками древней цивилизации Что мы не просто, так сказать, первые и последние люди Раса, условно говоря, без роду, без племени Что мы на самом деле стоим на плечах Своих могущественных, умнейших, прозорливых предков Ну и, естественно, от одного осознания Оного становится приятней Уверенней Но я опасаюсь, что вот эта уверенность Или самоуверенность Нас не просто убаюкивает А уводит порой в сторону То есть, иными словами Где мы видим настоящее А где принимаем за настоящее Наши собственные пожелания И наши собственные представления Об этом самом прошлом Да, главное, иногда так случается Что самоуверенность в чем-либо Она строится не на том, чтобы было реально А на нашем представлении Вот главное не заигрываться с этим представлением А пытаться иногда разделять Где вымысел, а где правда Или где возможность того, что это могло быть И на это есть какие-то хотя бы указатели А где-то это просто какая-то сказка Выдуманная или нашими недругами Которые нас хотят в чем-то запутать Или мы сами себя в чем-то запутаем Вот как раз сегодня наша передача И будет этому посвящена Ну, не будем долго заходить Как бы вот так вот плутать Между трех соснами Давай, наверное, начнем с предыстории Когда мы с тобой договорились О том, на какую тему будет эфир То у нас, у меня и у наших радиослушателей Была такая мысль разобраться Была ли вообще гиперборея Вот что там в гипербореи вообще было И что это такое Насколько это правда Насколько это неправда И вот из этих всех пожеланий Вот родилась эта тема Ревизия наследства древних цивилизаций Как ты ее развернешь Будет ли это там по гипербореи Или как-то еще по-другому Это уже зависит от тебя Ну, с нашей естественной помощью Тем более, что вижу, что вопросы уже В чате появляются и даже до эфира Вопрос пришел на почту Я вот в наш маленький чатик сбросил Чтобы тебе потом его прочесть Поэтому я не буду ничего тебе навязывать Просто вот предоставляю микрофон И дальше буду на подхвате уже как ведущий Пожалуйста Да, я благодарен за возможность эфира И, пожалуй, последнее в качестве предисловия Что скажу Я очень бы не советовал Слушать наш эфир Тем людям, кто глубоко убежден Что знает наше прошлое К сожалению, с такими людьми Я периодически сталкиваюсь Их можно, конечно, считать счастливыми Поскольку они знают все Они уверены в этом А те, кто сомневаются Те, кто ищет Там постоянно Постоянно Как бы сказать Перепроверяет Безусловно Наверное, не столь счастлив В своей жизни Но я опасаюсь Что для таких людей Наша сегодняшняя тема Будет где-то сродни Темы Разговора на атеистические На какие-то атеистические темы Которые могут услышать Нежные уши Какого-нибудь адепта Известной религии То есть Опасаясь Что такие люди Будут воспринимать Это как вот Оскорбление Своей веры Я и предупредил Что Я не буду сегодня Подыгрывать Как, в общем И никогда Стараюсь не подыгрывать Тем людям Которые вот Уверены В одном Единственном Каком-то Пусть даже Очень хорошем Пусть даже Очень патриотичном Там Русофильском Или Славянофильском Или ином Каком-то Таком Греющем Душу В варианте Истории Я по определению Так сказать Хотел бы В это верить Но Призываю не верить А Пойти Сегодняшним путем Я его называю Путь Инженерной Проработки Или Инженерного Взгляда На историю Взгляда Инженера На историю Если хотите Он состоит В том Что Я убежден Что большая Часть Исторических Процессов Она Не просто Не лишена Она Насквозь Пронизана Рационализмом И Зная Какие-то Рациональные Законы Природы Мы Ну Имеем шанс Попытаться По крайней мере Разобраться В этом вопросе Значит Ну а теперь От предисловий Собственно К проблеме К постановке проблемы Так как Я ее вижу Можете Как всегда Со мной соглашаться Или не соглашаться Это дело Лично каждого Мы сегодня Так же Как и всегда Говорим Не о вере И соответственно Я не призываю Верить В случае Если Вы Услышите Какие-то Там Неожиданные Для себя Вещи Я Призываю Их проверять Ну Или Переосмысливать Может быть Дорабатывать Может быть Опровергать Ну Собственно В этом И состоит Суть Науки Которая Требует Знаний А не веры Значит Как я Вижу Постановку Задачи С точки Зрения Инженера На самом Деле Ничего Ничего Неожиданного Или Ничего Невозможного В предположении Пока мы Говорим Только языком Предположений Ничего Неожиданного В том Что Мы Не первые На земле Абсолютно Не существует Ну Земля Как известно Живет Существует Планета Наша Более Четырех Миллиардов Лет Мы С вами Имеем Более Менее Известную Более Менее Описанную Историю Которая Едва Исчисляется Несколькими Тысячами Лет Ну Экстраполируя Можно Представить Себе Что Человек Как Биологический Вид Наверняка Существовал Сотни Тысяч Лет Ну Люди Там Различные Специалисты Спорят Называют Цифры Различные Но Эти цифры Как правило Не выходят За пределы Одного Миллиона Лет И Если Только Ориентироваться На Наш С вами Биологический Вид То есть На Вид Homo Sapiens А это Как вы Понимаете С Моего Так Моей Постановке Вопроса Совсем Не обязательно То есть Если Мы Допускаем Что До Нас Могли Жить До Нас Могли Существовать Цивилизации Homo Sapiens Более Древние И Из этого Вовсе Не следует Что До Них Не могли Существовать Цивилизации Иных Каких-то Биологических Видов Одним словом За За эти Прошедшие Миллиарды Лет На Земле Могло Быть Могло Смениться Точнее Ну Как Минимум Десятки Если Не сотни Может Бы Даже Тысячи Разумных Цивилизаций И Вопрос Куда Они Исчезли Вовсе Не кажется Таким Уж Невозможным Поскольку Вот здесь Второй Ключевой Вопрос Который Я Предлагаю Если не решить То хотя бы Обсудить Сегодня Как быстро Исчезают Следы Этих Цивилизаций Ну И Как следствие Что Мы Имеем Какие Шансы Имеем Мы Найти Хоть Какие-то Остаточные Следы Этих Цивилизаций Ну Можно Перефразировать Эти два Вопроса Свести К одному И Обозначить Так А собственно На что Мы можем Рассчитывать Говоря О поисках Цивилизаций Этих Следов Этих Самых Цивилизаций И что Можем Считать Необходимым И Достаточным Условием Для Подтверждения Версии Гипотезы Существования Этих Самых Цивилизаций Это вопрос Очень ключевой Очень важный И я бы Сказал Он Совсем Ну Или почти Не Не Находится В компетенции Археологов Хотя безусловно Они набирают Нужный опыт Полевой опыт Он Он бесценен Но в первую очередь Это Это вопрос Инженерный Сводится к тому Во-первых Какие материалы Используют В своей деятельности Та или иная Цивилизация Мы с уверенностью Можем Естественно Говорить О нашей Собственной Цивилизации И я постоянно Буду Так или иначе Возвращаться К опыту Нашей цивилизации Ну Потому что Извините Примеры Количество Примеров Реально Существующих Цивилизаций К сожалению Чрезвычайно Бедно Ну И Если признаться Честно Достоверно Мы знаем Только нас Самих То есть Количество Примеров Равно Единице Этот Пример Нельзя Считать Априори Общепринятым Нельзя Считать Как Пример Классический Вполне Может быть Что мы Цивилизация Которая Развивается По Неклассическому Пути Но Опять же С точки Зрения Инженера Мы Сейчас Говорим Мы будем Говорить Не о Политике Не о Социальном Строе И Прочих Может быть Важных Величинах Я Моя Задача Говорить Иметь Ввиду Только Инженерную Составляющую Значит Любая Цивилизация И мы С вами Здесь Надеюсь Не исключение Развиваясь Идя вперед В своем развитии Естественно Использует Природные Материалы Добывает В больших Или В малых Количествах Редкие Природные Вещества Перерабатывает Их Обрабатывает Обогащает Делает Искусственные Сплавы Ну Так или иначе Преобразует Вокруг Себя Процентное И резко Изменяет Вокруг Себя Процентное Содержание Тех Или Иных Веществ Ну Для примера Если Взять Наши С вами Города То Процент Содержания Железа В этих Городах Безусловно Будет Выше Чем Средним По Поверхности Земли Но Он Не Будет Слишком Выдаваться За Средним За Среднюю Величину Если Сравнивать Этот Процент Там С С Местами Где Добывают Где Находится Большое Количество Железной Руды То Иными Словами Это Тот Показатель Который Может быть Бросается В глаза В момент Когда Цивилизация Находится В активной Фазе Когда Цивилизация Жива И Жизнь В ней Бьет Ключом Как У нас С вами Но Едва Вот Такая Ситуация Изменится Едва Цивилизация Погибнет Проходят Там Какие-то Тысячи Лет И Содержание Железа По крайней Мере Его Ржавых Остатков Правильно Сказать Содержание Окислов Железа Ржавчины Становится Не так Бросается В глаза И Это Не является Показателем Я привел Пример Сравнивая С железом Пытаясь Как бы сказать Выбрать Железо В качестве Такого Критерия По которому Можно Определить Мы находимся На Месте Где В прошлых Веках В прошлых Тысячелетиях Активно Вела себя Талия Цивилизация И Понимаю Прекрасно Что Вот этот Пример Который Я привел Он Не только Не самый Лучший Я бы сказал Это Самый Худший Такой Путь По которому Только можно Было Пойти Хотя Он кажется При Взгляде В окно В окно В которое Видно Прекрасно Что по Улицам Нашим Ездят Железные Автомобили Железные Автобусы В небе Летают Металлические Самолеты Цельнометаллические И вообще Как бы сказать Металлурги Называют Наш век Веком Металлов Ну и Цивилизацией Металлов Ну тем не менее Так сказать Едва Наша цивилизация Или похоже Цивилизация Исчезнет В историческом Масштабе Времени От этих Самых Металлических Богатств К сожалению Остается Едва Уловимый Свет Ржавчины Который Безусловно Он виден Для Для Опытного Взгляда Археолога Но Но не бросается В глаза Значит Какой еще Критерий Выбрать В качестве В качестве Того самого Вещества Индикатора По которому Можно Вычислить Наличие На почве В этой местности Активной Деятельности Разумных Существ Вот Не буду Утомлять Наших Радиослушателей Перебирая Те Вещества Которые Мы Мы с вами Активно Используем В строительстве В промышленности В быту Одним словом Из тех Веществ Которые Нас Окружают Список Действительно Он Огромен Бетон Стекло Пластик Ну И так далее И тому подобное Вот Из Многочисленных Брошюрок Которые Которые Обычно Распространяют Экологи Вы Конечно Прекрасно Знаете Может быть Цифры Там Спорные Может быть Цифры О цифрах Можно спорить Но Экологические Брошюрки Как правило Говорят Предупреждают Нас Что Мусор Который Мы Выбрасываем Который Тоже В общем Состоит Из Тех Самых Веществ Которых Так Я Мельком Перечислил Вот Экологические Брошюрки Напоминают Нам О том Сколько Лет Или Сотен Лет Или Даже Миллионов Лет То Или Иное Вещество Разлагается В земле Ну Из Этих Брошюрок Как бы Следует Что Выбрасывать Надо Поменьше С чем Естественно Мы Надеюсь Все Согласны И Выбрасывая Что-либо Значит Бросая Что-либо На землю Мы должны Помнить О том Что В общем Оставляем Такой Вот Незаживающий След В земле И Что Экологи Или Просто Наши Обычные Люди Через Сотни Лет Перекапывая Огород Найдут Наш Мусор И Помянут Нас Недобрым Словом За то Что Мы Этот Мусор Бросили Там Где Не Нужно Экологи И Просто Обычные Обыватели Безусловно Нас Будут Ругать На Наипоследнейшими Словами А вот Есть такая Категория Людей Как Археологи Они Как раз Не просто Не ругают Они Чрезвычайно Рады Каждому Такому Вот Случайному Или Неслучайному Загрязнению Я Естественно Не призываю Сорить Но Вот Именно Случайным Таким Подарком Судьбы В виде Брошенных Предметов Быта Собственных Археологи Вот На основе Этих Предметов И Строят Свои Знания Обычные Значит Вопрос Сводится К тому Какие Вещества И вообще Какие Части Может быть Механизмов Используемых Цивилизацией Могут Максимально Долго Пережить Не разлагаясь Не ржавея Не растворяясь В почве Дожидаясь Появления Лопаты Археологов Значит Ну Естественно Из этого Следует Время Из опыта Археологического Да и Экологического Получается Мы Здесь Как бы Между Двух огней Между тем Между Желанием Не сорить И между Не сорить И не загрязнять Почву Своим Своим Мусором И Другой Крайностью Из Между Желанием Как раз Воспользоваться Чужой Чужим Мусором Для Установления Истины Так вот Из Многочисленного Опыта Мы Мы Прекрасно Знаем Что Тяжелее Всего Поддается Поиск Деревянных Предметов Из дерева Предметов Из тканей И Прочей Органики Которая Естественно Разлагается Быстрее Всего И Как правило Археологи Находят Лишь Там Очень Жалкие Следовые Количества И следы Вот Этих Самых Органических Веществ И надо Обладать Очень Большой Большим Опытом Чтобы Чтобы догадаться Что Перед вами Деревянные Строения Деревянные Какие-то Предметы Декора Или Или Архитектуры В более-менее В сохранном виде До нас Доходят Только Силу Случайных Каких-то Благоприятных Условий Хранения Там В болоте Или В каких-то Иных Так сказать Благоприятных Местах Климатических Но обычно Мы Мы теряем Следы Цивилизации Цивилизации Народов Использующих Дерево Очень Быстро И В качестве Такого Маленького Отступления Я Напомню Что Мы 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 Вами Живем В полосе В климатической Полосе Где В сотни Лет Может быть Тысячи Я Вполне Могу Экстраполировать Вот то Что мы знаем Об архитектуре О принципах Строительства Имевших Место Быть У нас В средней Полосе Руси России В средние Века Я не говорю Сейчас о Современности Я говорю Именно о Средних Веках О более Ранних Веках Мы Прекрасно Отдаем Себе Отчет Что Наша Цивилизация Наш народ Очень Активно Использовал Древесину Для строительства И В этом Конечно В этом Нет Ничего Плохого Если Только Так сказать Не Вспомнить Что Сейчас Я говорю От имени Археологов Которым Как раз Вот Так Так Такая Ситуация Не очень Нравится По крайней мере Мне Точно Не нравится Поскольку Доказать Найти Подтверждение Существованию Высокоразвитой Высокоразвитого Государства На Наш В нашей Средней Полосе На порядок Сложнее Чем В какой-нибудь Там Пустынной Пустынном Египетском Плате Где Естественно Из дерева Практически Ничего не строили Поскольку Его Деревья В большом Количестве Отсутствовали А те Материалы Которые Использовали Вынуждены Использовать Для строительства В первую очередь Я говорю о камне Они На порядок Более долговечны И уже поэтому Мы с вами Ездим Когда хотим Прикоснуться К Древностям Ездим Не На север России Не в тайгу Сибирскую А ездим Почему-то В Египет В Мезоамерику Вот В первую очередь Я подчеркиваю Это Это Как Причина Этого Не в том Что Наши далекие Предки Любили тепло И И не жили В Сибири А причина Вот Исключительно В климате В том Что Одни Использовали Для строительства Вещества Долговечные А вторые Так сказать Не заглядывали Так далеко Вперед И вторым Было Достаточно Здорового Здоровой Древесины Проживание В деревянном Доме Гораздо Более Полезно Для здоровья Чем в каменном И в общем Наверное Люди Были довольны Этими самыми Проживанием В деревянных Домах Не доволен Только я Из-за того Что Следов Этих домов Нет Но Если Вот Я так сказать Высказал Некоторую Обиду Что ли Накопившуюся За годы За десятилетия Тяжелых Поисков Следов Древних Цивилизаций На стране Но Это Так сказать Только Вершина Айсберга Я сейчас Упоминал Вот Вот эта Проблема Это только Вершина Айсберга Я ведь и говорил Только О Больших Следах О следах Больших Строений О следах Большой Мега Деятельности Древних Народов Которые Как я предполагаю Строили Большие Сооружения В этом Сомнений Нет Глядя На то Что Нам Известно Из Перечня Древних Памятников Архитектуры Безусловно Они строили Это В разных Концах Земли С той Или Иной Интенсивностью И Вот В нашей Полосе Я Буду Стараться Не выходить За рамки Границ России Ну Может быть Границ Советского Союза Вот В нашей Полосе К сожалению Так сказать Найти Следы Цивилизации Которые Которая Жила В деревянных Домах Очень Тяжело Значит Постановка Задачи Ставится Следующим Образом Либо Нам Надо Искать Следы Древних Цивилизаций Вне Таежной Вне Лесной Зоны Ну Это Соответственно Крайний Север Или Это Горы Кавказ Урал Алтайские Горы Либо Либо Задача Усложняется Тем Что нам Надо Искать Не Следы Строений Они Как раз Большие А Более Мелкие И Это Уже На порядок Усложняет Нашу Задачу Более Мелкие Следы Какой-то Иной Технологической Деятельности Значит И вот Если Все более Более Усложнять Постановку Задачи А я Собственно Говоря Так Постепенно Ее И пытаюсь Усложнить Чтобы С одной Стороны Ответить На вопрос Есть ли Универсальные Способы Поиска Индентификации Следов Древних Цивилизаций Найти Этот Самый Универсальный Универсальный Путь В первую Очередь Конечно Я Пытаюсь Сам Для себя Найти Ответы На эти Вопросы Но Очень Надеюсь Что За моими Рассуждениями В случае Если Радиослушатели Заметят Какую-то Какую-то Ошибку Или Захотят Дополнить За моими Рассуждениями Они Увидят Возможную Подсказку Возможную Возможную Такую Которую Не увидел Я Иными словами Как Плоды Нашего Сегодняшнего Разговора Я очень Хотел Чтобы Мы По-другому Взглянули На То Что Знаем То Что Видим Вокруг Себя Вадим Еще Уточнение Если Тебе Нужен Будет Перерыв Я Не буду Каждые Полчаса Нарушать Твое Высказывание Твою Речь Если Тебе Нужен Будет Перерыв Ты Скажи Я Музыку Включу Ну Наверное Мы будем Ориентироваться Как и все Прошлые Разы На Взвешенный Сторонний Взгляд Радиоведущего Здесь Я целиком Полагаюсь На Твое Усмотрение И Думаю Что Ну Как Всегда У нас Перерывы Будут Вовремя Ну Да У меня Такое ощущение Что Перерывы Всегда На этой Передаче Были Вовремя Хорошо Тогда мы Должны Прерваться И Как раз Ты Начнешь Уже После Перерыва Продолжение Темы В новом Русле Хорошо Давайте Перед этим Дадим Возможность Радиослушателям Подумать Чтобы они Во время Музыкальной Паузы Не отдыхали Умом Собственно Из Моей Постановки Задачи Вы уже Поняли По какому Пути Я иду И я бы Хотел Чтобы вы За эти Несколько Минут Придумали Или Вспомнили Как раз Вот Об этом Самом Единственном Или Немногочисленном Количестве Предметов Или Веществ Названия Одним словом Вещества Которые На мой взгляд И может Служить Индикатором Существования Следов Древней Цивилизации То есть Есть такой Индикатор Или нет Который Можно Надежно И Уверенно Идентифицировать Именно Как Произведение Искусственное А не Как часто Оно бывает Не Игра природы Как Природа Как известно Подкидывает нам Много сюрпризов Иной раз Очень похожих На искусственных Вот Пусть Люди Подумают Что Можно За Археологу В качестве Такого Индикатора Иметь ввиду Что можно Брать за основу Что будет Говорить о том Что да Это предмет Искусственного Происхождения Не просто Игра Природных Каких-то Стихий Хорошо Хорошо Берем на вооружение Этот вопрос И мысленную Атаку Проводим Пока звучит У нас Три С небольшими Минутки Музыка Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей Третья июня 2016 года Пятница По одному Из старин В тринадцатый день Месяца ветров 7524 лета Понедельник Ревизия Наследства Древних цивилизаций Такова тема Сегодняшнего Нашего эфира Главный Сведущий Вадим Чернобров Но перед Музыкальной паузой Был задан вопрос А вообще По каким Веществам По каким Предметам Изделиям И вообще Почему можно Ориентироваться То с чем мы Столкнулись Это наследие Какой-либо Цивилизации Предшествующей Или может быть Не совсем Предшествующей А нашей В зависимости От того Как так К этой трактовке Наверное подойдем Или это Игра природы И вот здесь Несколько вопросов Несколько ответов В чате Народного Славянского Радио Появилось Напомню Что чат Народного Славянского Радио На сайте Славомир.орг На него можно Попасть из любого поисковика Набрать Народное Славянское Радио И дальше На сайте Славомир.орг Найти Слово Чат Если еще не зарегистрировано Зарегистрироваться Один раз И после этого Пользоваться И во время эфира Вы можете Как раз Из чата Задавать вопросы И общаться С нашими Радиослушанными То есть Со своими друзьями Итак Клим написал Вольфрам Вольфрамовые изделия Дальше Значительная концентрация Редкоземельных Химических элементов Зачастую В виде кристаллов Дальше Василий Васильевич Написал Отходы Подземные Подлинные Ходы Сергей Написал Грибов Присутствие Строгих Геометрических Форм С прямыми Углами Это как вопрос Тебе звучит То есть Типа Правильно я думаю Неправильно Вот такие Реплики Вопросы И ответы Ну вот Давайте их Разбирать Вот кварц Кварц может быть Тут еще Света написала Кварц может быть Ну давай разбирать Ну самый Первый услышанный Мною вариант Ответа Как раз И есть То что Я считаю Самым главным И самым Важным Индикатором Ну мы еще К ним Вернемся Но начну С последних Вариантов Которые тоже В общем Кажется По крайней мере На первый взгляд Весьма Ценными Весьма Так сказать Важными Индикаторами Исходя из того Что Как Мы обычно Считаем Как мы Самоуверенно Говорим Природа Не знает Прямых линий Мол Где это Только мы Такие вот Продвинутые И в чем-то Хотя бы Обогнали Природу Если вы Видите Прямые Линии Нечто Выложенное Или Нечто Сделанное С помощью Прямых Линий То вот Это Тот Надежный Индикатор Который Выдает В остатках Увиденного Нами Остатки Каких-то Древних Строений На самом деле Природа Знает Не только Прямые линии В общем-то Наверное Она знает Любые Сочетания Ну По крайней мере Я не находил Пока Исключений Из правил Вот Когда-то Я в детстве По крайней мере Читал Умные книжки Что природа Оказывается Вот Не знала Что такое колесо Это единственное Что человек Не подглядел В природе А сделал сам А все остальное Ну так сказать Он по аналогии Дел Но Потом оказалось Меня ждало Разочарование Природа Знает Колесо По крайней мере В микромире Колеса Или Что-то Напоминающее Колеса Природа Использовала Так вот На самом деле Говоря О прямых Линиях Те Кто Был Например На нашем Крайнем Севере В Мурманской Области В Карелии В Кемеровской Области Эти самые Прямые линии Точнее Каменные Постройки Сейчас я пока Пока ставлю Слово Постройки В кавычки Ну то что Кажется Постройками Камни Уложенные По прямым Линиям Вот Впервые Увидена Эта Картина Те Кто Видел Ее Впервые Наверное Не могли Отделаться От мысли Что Вот Они Являются Свидетелями Того Что Они Видят Ничто Иное Как Среды Древних Цивилизаций Я Это говорю Без пафоса Может быть Без эмоций Хотя Действительно Сознаюсь Честно И для меня Когда я Впервые Там На Кольском Полустрове Увидел Камни Огромные Блоки Каменные Выложенные Как по Одной Ниточке Конечно Вот Первое Впечатление Было Более Чем Величественным Но Как Мы Теперь Знаем Сравнивая Увиденное В разных Местах Выслушивая Мнение Разных Сторон В первую Очередь Геологов Безусловно Им Здесь Что Называется Первое Слово Поскольку Они Лучше Наверное На всех Разбираются В Каменных Артефактах Сейчас Я понимаю Что Большинство Вот Таких Памятников Которые До сих Пор Фигурируют Ну По крайней Мере В Телезионных Передачах В Каких-то Популярных Не хочу Горит Желтых Ну Более чем Популярных Блогах В интернете Одним Словом Большинство Фотографий Большинство Видеозаписей На которых Нам Демонстрируют Якобы Каменные Постройки Древние Каменные Постройки Найденные На Нашем Крайнем Севере К сожалению Подчеркиваю Я Вовсе Разоблачая Это Вовсе Не испытываю Удовольствия Понимаю Что на самом деле Хотелось бы Найти Подтверждение А не Заниматься Так сказать Противоположным Действием Но тем не менее Истина Прежде всего Я Более чем Согласен С утверждениями Геологов Которые Абсолютно Так сказать Убедительно Ссылаясь На Вполне Известные Проверяемые К слову Сказать Физические Процессы В частности На кристаллизацию Расплавленных Масс Из которых Расплавленных Магматических Масс Из которых Впоследствии Кристаллизуясь Образуются Те или иные Геологические Каменные Породы Вот Эти все Процессы Они очень Хорошо Изучены И Ничего Удивительного В том Нет Что На нашей Огромной Планете Слава Богу Не везде А только В Очень Немногочисленных Местах Видимо Сложились Какие-то Геологические Условия И вот Природа Матушка Подбросила Нам в этих Местах Вот такие Вот загадки Которые Действительно По первости Заставляют Поверить В То Что Цитирую Очень Распространенное Мнение Ну Такая Природа На Такое Природа Не Способна Это Мог Сделать Только Человек Ну Вот Как вы Поняли Я Склоняюсь К Противоположному Мнению Природа Может Многое Но Если Если Вспомнить О Примерах Вот таких Северных Игр Природы Я Во множественном Числе Этот термин Возьму То есть Мест Где Природа Соорудила Вот такие Подобия Искусственных Сооружений Самые Известные Такие Места Это Плоскогорья В районе Сейдозера Это Наверное Самое Известное Место По Поиску Следов Гипербореи Я Напомню Вот Именно Там В 97 98 Году Проходили Экспедиции Гиперборея 97 Гиперборея 98 Я Сам Принимал Участие В этих Самых Экспедициях Это Место В которое В которое Отправились Одновременно Десятки Людей Со Всей Страны Со Всей России Это Люди Которые Как Правило Увидели Северные Минералы Северные Камни В первый Раз И безусловно На них Ну в том числе И на меня Вот Эти самые Прямоугольные Прямоугольные Минералы Безусловно Оказывали Интригующее Воздействие Во вторую Очередь Конечно Я Не могу Не вспомнить Одно Из самых Известных Подобных Мест Это Знаменитая Водтовара Это Уже Несколько Южнее Находится В глухих Местах В центре Карелии Ну Есть еще Несколько Подобных Похожих Мест И на Кавказе И в Сибири Просто Может быть Менее Известных С одной Стороны У меня Существует Более Чем Законное Сомнение В том Что Человек Был Способен На На То Чтобы Делать То Что В состоянии Сделать Природа То есть Исходя Из Принципа Бритвы Оккома Что Если Что-то Можно Объяснить Банальными Паразеическими Причинами То Скорее Всего Обозначенные Причины Чем Проще Они Тем С большей Вероятностью Скорее Сего Они И Являются Настоящими Если Вот Эти Строения На Ваттаваре Или Или На Сейтозере Могла Сделать Природа То Скорее Сего Природа Это И Сделала Но Я Специально Делаю Многозначительную Паузу Для Предвидя Как Много Людей Слушающих Сейчас Негодуют По Поводу Того Что Я Покушаюсь На Святыни К слову Сказать Безусловно Я не Первый Кто Это Делал Подробный Анализ Этих Самых Строений Для Для Меня Это Было Неожиданностью Узнать Уже После Того Как Мы Сами Составили Такое Мнение Оказалось Что До Нас Более Чем За Полвека Даже До Нас Тем же Самым Занимался Ферсман Который Получил Указание Проверить Сообщение Знаменитого Исследователя Которого Часто Ссылаются Вспоминая Про Историю Сейдозера И Поисков Кипербореи Все Кто знает Эту Историю Прекрасно Помнят Что В 30 Годы В Эту В Местность Отправлялась Экспедиция В Числе Которой Были И Специалисты Из Нашего Известного Всем Органа НКВД И После Того Как Эти Специалисты Выдвинули Сделали Сенсационное Заключение Что Они Нашли Следы Древней Цивилизации Следы Древних Городов Древних Строений Изображения Древние Изображения Гигантские Изображения Людей Когда Эти сообщения Получили В НКВД То Отнеслись К этому Совсем Более Чем Внимательно И Первое Что сделали В течение Буквально Считанных Дней Отреагировали Они Запросили Подтверждение У Главного Геолога Тогдашнего Главного Геолога Кольского Полуострова Имя Этого Минеролога Сейчас Хорошо Известное Его Именем Назван Минерологический Музей В Москве Музей Имени Ферсмана И Вот Этот Самый Ферсман Вначале Составил Своё Разгромное Заключение Как Минеролога Как Специалиста По Кольскому По минералам По геологии Кольского Полуострова Он Составил Разгромное Заключение Критику На Эти Находки Посчитав Их Не более Чем Игрой Природы Но Получил Очень Строгое Указание Что Те Кто Заинтересован В ответе На На Вопрос Есть ли Следы Древних Цивилизаций Или Или же Их нет Ответили ему Одним Предложением Что Вопрос Слишком Серьезный И Те Кто Ждет Ответа На Этот Вопрос Не Нуждаются В Отписках То есть Иными Словами Ему Четко Было Дано Указание Что От него Ждут Не Просто Его Мнение Мало Ли Что Ему Кажется Мало Ли Что Даже Может Казаться Даже Лучшему Специалисту Области От Него Ждут Проверки На Местности И Ферстман Взял Под Козырек Он Нанял Того Же Самого Проводника Который В качестве Проводника Сопровождал Предыдущую Экспедицию Которая Пришла К Таким Сенсационным Выводам И Проводник Провел Его По Тем Же Самым Местам Буквально По Каждой Точке И Ферстман С фотографиями С Описаниями Уже Более Конкретно Более Наглядно Составил Своё Заключение Вот Я К сожалению Точнее Даже К счастью Я думаю Что Очень хорошо Что я Сначала Составил Своё Мнение А потом Узнал Уже О мнении Профессионала Геолога Наверное Было бы Неправильно Если бы Это было Наоборот Так вот К чему Я Клоню Даже С учётом Вот такого Разгромного Мнения Специалистов Я Не только Оставляю Шанс Я Даже Настаиваю На том Что В таких Местах Стоит Искать Следы Древних Цивилизаций Но Но уже Что называется Соговоркой Дело В том Что Я Убеждён Что Вот такие Геологические Сюрпризы Геологические Примеры Игры Природы Они Притягивают Взоры Не только Нас С вами Не только Исследователи В 20 Веке Вот теперь В 21 Веке Туда Целый Поток Туристов Изотериков Уфологов Просто Любопытствующих Просто Не иссякает Я Убеждён Что И В древности Эти Места Не могли Не Не Манить К себе Пытливого Человека Человек Разумного В качестве Примера Такого Уже Более Чем Состоявшегося Более Чем Доказан Я Напомню О Существовании Так называемой Каменной Могилы Речь Идёт О Южной Украине О Таком Очень Локальном Очень Небольшом Скоплении Каменных Блоков Которые Очень Похожи На Останцы Именно Своей Локальностью Внешне Так Образно Если описать Этот памятник Внешне Они похожи На Кучку Достаточно Небольшую Кучку Буквально Максимум 100 метров В поперечнике Строительных Материалов Высыпанных Посреди Степи Стоит только Оговорка Что Строительные Блоки Эти Весом Под Десяток Тон И Рядом Ну по крайней мере Вот сколько Хватает глаз Рядом Подобных Каменных Блоков Мы не Увидим На самом Деле Блоки Эти В кавычках Конечно Блоки Эти тоже Являются Игрой Природы То Что Их Немного Это Лишь Может быть Подтверждает Это правило Но Несмотря На то Что Сделаны Эти Блоки В кавычках Природы На самом деле Следов Древних Народов Среди Этих Блоков Огромное Количество И в виде Написей Начиная От Шумерских Записей Заканчивая Там Более Поздними Я Не говорю Конечно О Современных Надписях Туристов Здесь Был Оси Икиса Но Есть Там И Следы Есть Возможные Записи Которые До сих пор Никак Не Идентифицированы Ну и Так Если осторожно Предполагать Можно Представить Себе Можно допустить По крайней мере Что это Надписи Сделаны Во времена Еще Дошумерские То же самое Я Лично Видел В памятнике Природы В заповеднике Габустан Это уже Азербайджан Тоже Достаточно Красивые Скалы Ну Только вот Есть свои Отличия Здесь мы уже Говорим о горном Кавказском районе Здесь С Наличием Скал Наличием Камней Проблем Нет И Это не кучка Которая Лежит Посреди Степи Нет Это Наверное Фрагмент Кавказского Хребта Но В отличие От соседних Хребтов От соседних Скал Те скалы О которых Идет речь Говоря О Габустане Эти скалы Особо Испещрены Удобными Для проживания Пещерами Ходами Эти скалы Может быть Особенные По Своим Очертаниям Похожие И на людей И на животных И на каменные блоки И на все Это Вышеперечисленное Одновременно И сразу И по отдельности Одним словом Это целое великолепие Такое Разнообразие Для человеческих глаз От которого Очень сложно Оторваться Глазам И Я Не просто догадываюсь Уверен И в Габустане Тоже Эти самые Камни Испещрены Автографами Наших Далеких Предков Рисунками Надписями Надписей Там много Начиная От Древнеримских И Заканчивая Современно Надписями На русском Азербайджанском Языке Ну и естественно Я Не упомянул О еще более Древних Чем Древнеримских Записях Которые Уходят В далекую Далекую Древность То есть Иными словами Если Я схожу Из простого И на мой взгляд Бесспорного Предположения Что То что Интересно То что Интригует То что Притягивает Взор Наш взор Сейчас Безусловно Притягивало Взор Наших Предков Пусть Да Я Безусловно Отдаю себе Отчет У наших Предков Может быть Меньше Времени Было Для Туризма Меньше Времени Было Для Созерцания Они В основном Своё время Тратили На добывание Пищи Но Тем не менее Остановиться Даже Там Во время Охоты Или рыбалки Остановиться Как Поражённым Молнией После Того Как Ваш взгляд Упадёт На это Великолепие Наверное Остановится Любой Человек Как бы Он Не спешил Как бы Он Не был Занят Своими Собственными Мыслями Как бы Он Не был Голоден Хотя Бы На Несколько Минут А Может Даже На Несколько Дней Его Внимание Будет Отвлечено На На Эту Загадку Значит Из чего Я Утверждаю Что Безусловно Искать В Атаваре И На Сей Дозере Следы Древних Цивилизаций Можно И Нужно Но Пожалуйста Не принимайте Игру Природы Не принимайте Так называемую Прямоугольную Кладку А на самом Деле Перевожу На русский Язык Это Лишь Прямоугольное Растрескивание Вулканических Пород Которое Характерно Для Кристаллических Пород По крайней мере Данных Кристаллических Пород Какие-то Кристаллические Породы Камней Трескаются По Шестигранникам И получаются Великолепные Шестигранные Колонны В кавычках Конечно Которые Очень сложно Не поверить Что эти Колонны Искусственные Какие-то Кристаллические Породы Трескаются Образуют Треугольные Структуры Но В данном Случае По крайней Мере Мы говорим О Кристаллических Породах Которые Трескаются По прямым Углам То есть Образуя Вот те Самые Пугающие Интригующие Нас Каменные Блоки Мы подходим К музыкальной Паузе Очередной Уже Полчаса Прошло И Перед этой Музыкальной Паузой Я постараюсь Больше Не возвращаться К Расследованию Связанным С Каменными С Каменными Остатками Возможными Остатками Которые Дошли От нас От Предполагаемых Древних Цивилизаций Они Безусловно Дошли Только Вот принимаем Мы За них Обычно Игру Природы Я В следующем Получасе Буду Говорить О Следах О Других Веществах Мы Уже Упомянули Точнее Услышали В качестве Ответа От Радиослушателей Правильный Ответ Против Которого Возражать Не буду Среди Таких Веществ Надо Искать Фольфрам Но Я бы Хотел Услышать Возможно Еще Другие Варианты То есть Мы Во время Музыкальной Паузы Пожалуйста Еще Варианты Какие У вас Появляются В голову Приходят Тоже Отпишитесь Прежде чем Я нажму Кнопочку Проигрывателя Здесь Светлана Светлана Написала Что Раз Ты упоминал Север Прислала Фотографию Где Как раз Вот Такие Плиты И Написано Выборг Парк Монрепа А выше Чуть-чуть Она еще Прислала Фотографию Каменный Шар На горе Вот Тавара Карелия Фото Воеводина На самом деле На пьедестале Стоит Ну Практически Идеальных Форм Больших Размеров Шар И Вот Здесь Трудно Себе Представить Что Природа Могла Такое Извоять Ну Так Или Иначе Давайте Переходим К музыкальной Паузе И Дальше После нее Продолжим Разбирать Заявленную Тему Вы Слушайте Народное Славянское Радио Продолжаем Разговор Продолжаем Разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что у нас По одному Из современных Календарей 3 июня 2016 Года Пятница По одному Из старинных 13 день Месяца Ветров 7524 Лето Понедельник Говорим Мы про Ревизию Наследства Древних Цивилизаций Вадим Чернобров Главный Соведущий И Здесь Я смотрю В чат И В общем-то Особо Не вижу Каких-то Таких Высказываний Еще Но Сергей Грибов Кроме Вольфрама Изделия Из алюминия И его Сплава В слоях Старше 19 века Как-то Вот Все Пока что Пришло Но Я вынужден Прокомментировать Фотографию Или запись Светы Светланы Две фотографии Она прислала Я просто фотографии Не вижу Но Я представляю О чем идет речь Поскольку Видел это Своими глазами И Короткий Комментарий Все-таки Вынужден Дать Если Речь идет О каменном Шаре На горе Товара Вот Одну из фотографий Светлана Прислала То Это Как раз Наверное И есть Иллюстрация К моему Утверждению Что Большая Часть Прямоугольных Чувствуете Разницу Все-таки Предполагаемых Строений На Водтоваре И Других Подобных Местах Это Все-таки Игра Природы Но Это Игра Природы Это Место Притягивало Наших Древних Предков Которые Безусловно Если Не жили Там Постоянно В этом Месте То Периодически Сюда Приходили И Скорее Сего Относились К этому Месту Ну Как Более Чем Необычным Может Быть Они Его Обожествляли Может Быть Посвящали Этому Месту Там Какие-то Ритуальные Или иные Действия Ну И уж Тем более Могли Что называется Дополнить Какими-то Штрихами Почему бы Им не Сделать Каменный Шар Может Быть Какие-то Там Каменные Статуэтки Или Иные Какие-то Такие Легкие Штрихи Которые С их Точки Зрения Так Сделали Это Место Более Гармоничным Или Может Быть Превращали Это Место В Святилище Конкретных Богов Которые Естественно Менялись С веками И Тысячелетиями Одним Словом Я Вполне Допускаю Что Каменный Шар О котором Идет Речь Который Безусловно Диссонирует С Прямоугольными Каменными Изделиями В кавычках Природы Это Говорит О том Что Шар Здесь Если Не лишний То По крайней Мере Он Смотрится Как Инородное Тело Либо Извините Если Предполагать Что он Природного Происхождения То надо Придумывать Какую Очень сложную Версию Как он Туда Был Доставлен Ледником Или Иным Каким-то Таким Случайным Образом Либо На мой Взгляд Гораздо Проще Опять же Я Руководствуюсь Все тем же Принципом Бритвы Оккома Не вижу Здесь Ничего Невероятного В том Чтобы Этот Каменный Шар Сделали На месте Наши Славные Предки Среди Которых Мог Вполне Найти Скульптор То есть Иными словами Четкого Критерия Что надо Искать Конечно Я Что надо Искать На Ватаваре Кроме Надписи Привет Наши Потомки Обращаюсь К вам В ваш 21 век Вот Таких Надписей По крайней мере Из 13 тысяч До вашей Иры Еще Я хочу Пометить Здесь Что В чате Виктор Написал Еще есть Ачинский Жезл И еще Написал Игорь Другой Что Есть еще Каменности На горной Шоре Вот тоже Здесь фотографии Сбрасывают И вот эту Самую Горную Шорю И так далее Ну понятно Понятно Что ты имеешь ввиду Горная шоря из того же ряда Хотя Признаю Она исследована Гораздо хуже Значит Среди ближайших планов К слову сказать Обращаюсь К радиослушателям Наверняка Найдутся Добровольцы Желающие Присоединиться Вот К исследованию Этого самого Горного массива Они сходили туда В поход Да Ну Это уже не поход Это реально Трудная Достаточно Физически Трудная экспедиция И Она гораздо Более отдалена Чем Поход на Ватавару И даже Поход на Сейдозеро Но Тем не менее Так сказать Пусть это Менее исследовано Но Тем не менее Это место В первом приближении Очень напоминает Вот Вышеперечисленный список Ватавара И И остальное Поэтому Если это похоже То скорее всего Я Кстати Осторожно Не утверждаю Но делаю предположение Что скорее всего Мы говорим О явлении Одного порядка Поэтому Но Тем не менее Еще раз Оговорюсь Чтобы Мои слова Не воспринимали Как Вот Точка В спорах Об этих местах И На основе На основе Этой точки Чтобы Потом Люди Не ссылались На Это мнение Говоря Что Ну Как известно Обычно Так Безоговорочно Говорят Как известно Там Нет ничего Интересного Вот Я Этого Не утверждал По крайней мере В плане Одного Единственного Исключения Вот Вот этого Упомянутого Каменного Шара По крайней мере На его Примере Я как раз И Подтверждаю Что Там Есть еще Так сказать Что-то До конца Непонятное Вот Но Потихоньку Давайте уйдем Все-таки Действительно От Того Что бросается Больше всего Бросается В глаза В плане Древнего Наследия И Безусловно И На нашей Земле Есть Следы Каменных Строений Искусственного Происхождения Я о них Вот Сегодня По крайней мере Никак не упоминал Не потому Что Так сказать Они не заслуживают Внимания Наверное Потому Что Мы о них Говорили В прошлые Разы Я Например Я напоминаю Среди Бесспорных Искусственных Мегалитических То есть Каменных Строений Которые Есть На нашей Территории Известно По крайней мере О полутора Тысячах Дальменах И Еще По крайней мере О нескольких Подземных Искусственных Сооружениях Ну И о том И другом Я либо Упоминал Либо Рассказывал В предыдущих Наших встречах Правда Естественно Соговорка Что большинство Таких Сооружений О которых Идет речь Все-таки Находится На юге Нашей страны На Кавказе Ну И к слову Сказать Вспомните Про что Я говорил В средней Полосе Где И В средние Века И наверняка В древности Было принято Сооружать Делать Сооружение Из дерева В наличии Таких Мегалитических Следов К сожалению Ну Нам Нам История Отказывает То есть Мы не встречаем Каменных Древних Строений И Искать их Вот Как я вначале Как бы Предположил Искать их надо Либо на Крайнем Севере А я сейчас Говорил О Карелии О Кольском Полуострове Действительно О нашем Крайнем Севере Где Лесов Не так много Либо В предгорьях Вот на том же Кавказе Вот пока Так сказать Все В пределах Этой логики Там где Было Было И есть Много Леса Мы Не встречаем Мегалитических Древних Строений А там где Леса Мало Либо Так сказать Либо Сейчас Либо Сейчас Либо В древности Вот там Мы имеем Шанс Искать Следы Каменных Строений Вот Но Сейчас От Каменных Строений Я хочу Уйти Все-таки Поговорить О других Веществах А перед Этим В качестве Такой Новости Иллюстрирующей Нашу Сегодняшнюю Тему Я Скажу Очень коротко Событие Которое Произошло Буквально Несколько Часов Назад В Москве Еще не было Никаких Новостей На эту Тему И я думаю Что Вряд ли Центральная Пресса И центральная Телевидение Об этой Новости Сообщит Поэтому Думаю Что Я сейчас Сообщу Об этом Первый В Москве Несколько Часов Назад Закончилось Первое Заседание Круглого Стола Которое Обсуждало Тему Как Спасти Нашу Цивилизацию Как Сделать Так Чтобы Наша Цивилизация Не погибла В первую Очередь Рассматривались Варианты Опасности Которых Грозит Наша Цивилизация Таких Вариантов Ну По крайней Мере Мы Насчитали Около Пятидеся Я думаю Что Более Чем Полсотни Но В первую Очередь Рассматривались Варианты Космической Опасности Ну Впадение Астероида Там Черная Дыра И Там Длинный Длинный Список Других Возможных Бед Далеко Не все Мы успели Рассмотреть Во время Этого Заседания Только Некоторые Возможные Сценарии Поскольку Большая Часть Времени Тратилось На обсуждение Возможных Контр Мир На обсуждение Того Что Наша Цивилизация Могла бы Противопоставить Вот этим Самым Общечеловеческим Общецивилизационным Бедам Которые Безусловно Нам Угрожают То есть Вовсе Не факт Что Эти опасности Реальны Вовсе Не факт Что Они Действительно Могут Погубить Нашу Цивилизацию И Может быть Гораздо Опаснее Там Какая-нибудь 51 Или 61 Причина О которой Мы сейчас Не догадываемся Но В любом Случае Никто На распорить Не будет Опасностей Много И Чтобы Выжить Цивилизация Должна Вести себя Разумно Сама Себя Хотя бы Как минимум Сама Себя Не убить А как Максимум Уметь Защититься От Возможных Опасностей Так вот На самом Деле Это Подчеркиваю Вот такое Заседание Закончилось Всего Несколько Часов Назад Точнее За два Часа До нашего Прямого Эфира Проходило Оно На кафедре Жизнеобеспечения В родном Для меня Московском Авиационном Институте Я думаю Очень символично Что Кафедра Жизнеобеспечения Как место Проведения А тема разговора Я так Иронизирую Может быть Немножко Мы фактически Говорили О жизнеобеспечении О системе Жизнеобеспечения Только вот Не корабля Не космического Какого-то Искусственного Сооружения А О жизнеобеспечении Целой цивилизации Вот А сейчас Почему я Вспомнил Эту новость А сейчас Мы Фактически Говорим О том же Самом Только с Обратным Знаком Если Днем Мы Рассуждали На тему Как нам Сделать Так Чтобы Наша С вами Цивилизация Не превратилась В мертвую Извините Я немножко Перефразирую Так сказать Основную Задачу Говорили О выживании Ну Фактически Мы говорили О том Чтобы Не стать Мертвыми А В данную Минуту Я Говорю О том Как нам Найти Следы Тех Кто Все-таки Увы Стал Мертвыми Следы Тех Цивилизаций Которые Не пережили Не дожили До нашего Времени Естественно Я Предполагаю Что Такие Цивилизации Есть Времени Были И Вот Если Эти Цивилизации Оказались А Либо Недостаточно Разумными Недостаточно Техническими Грамотными Для того Чтобы Пережить Космические Или иные Какие-то Катаклизмы Кризисы С одной С одной С одной С одной С одной С другой Не исключен Вариант Что Они Оказались Просто Технически Не готовы Или Не готовы Там Какой-то Другой По какой-то Другой Причине Противодействовать Вот Против Таких Угроз Но Не исключен Вариант Он Неоднократно Высказывался Так Кстати Сегодня На совещании Не исключен Вариант И обратный Когда Вполне Развита Цивилизация Столкнувшись Внезапно Столкнувшись С угрозами Оказывалась Не готовой В серьез Им Противостоять Просто потому Что Эта цивилизация Успела Уже Изнежиться Почевать На лаврах И Пребывать В состоянии Застоя Мы Из истории Знаем Многочисленные Примеры Когда Развитые Казалось бы Дошедшие До вершин Могущества Империи Там Например Древнеримская Просто Рассыпались Песок Только Из-за того Что Люди Не будем Их Критиковать В общем Пребывали В состоянии Застоя Люди Фактически Находились В состоянии Которое Сейчас Называется Обществом Потребления Но Это Плохо С точки зрения Погибшей Цивилизации Я Даже не ставлю Это под сомнение Но Сегодняшний Наш разговор Сводится К тому Чтобы найти Чтобы Воспользоваться Этой чужой Ошибкой И Найти То Что осталось От этих Самых Цивилизаций Если Эта цивилизация Недостаточно Технически Продвинута То Нам будет Искать Следы Этой цивилизации Значительно Тяжелее Если Технически Они Так Так Сравним С Уровнем Нашего Развития Если Технически Они Не дошли Хотя бы До нашего Уровня То Нам Найти Их следы Будет Очень Сложно Если Они Перешли Или Сравнялись Или Обогнали Нас В развитии То Неважно Там Погубила Какая сила Их Погубила Нам Значительно Проще Будет Найти Их И Вот Если Вот Такие Оговорки Так Сать Принятые К Сведению То Долго Не Рассуждая А Просто Так Сать Приводя Нас С вами Нашу С вами Цивилизацию В качестве Примера Я Из Перечня Многочисленных Веществ И Материалов Технологических Материалов Которые Мы Потребляем Перебрав Их Огромное Количество И На практике Ища Те же Самые Материалы В Археологических Раскопках И Ориентируясь На Наши Знания Экологические Знания Как Тот Или Материал Ведет Себя Со Временем Да Мы Понимаем Что Эксперимента Такого Чтобы Кто-то Закопал В землю Технологические Материалы И Откопал Их Спустя Миллион Лет Вот Такого Эксперимента Безусловно Искусственного Не было Мы В своих Знаниях О том Как Разлагают Как Быстро Разлагаются Телены Материалы Долго Живущие С Короткоживущими Как Бы Все Гораздо Проще А С С теми Материалами Которые Разлагаются Очень Медленно Здесь Нам Естественно Приходится Полагаться Только На Косвенные Знания Либо Опять же На Наши Собственные Находки Правда Находки Опять же Являются Косвенными Утверждениями Каждая Находка Лишь Косвенно Говорит О Своем Возрасте Потому Что Увы Так Скать Общепризнанных И Качественных Способов Определения Возраста Каменных Или Железных Или Иных Каких-то Неорганических Предметов У нас К сожалению В арсенале Науки Нет Да Мы Благодаря Радиоуглеродному Методу Можем Органику Тестировать На возраст Но Подчеркиваю Говоря О металлических Артефактах Или о каменных Каких-то Постройках Возраст Определяется Исключительно По косвенным По Каким-то Параллельным Выводам Связанным С тем Что мы Наблюдаем И опять же По большей части С нашим Опытом С опытом И с Представлениями Тех Кто делает Такие выводы Прежде всего С представлениями Традиционных Археологов Которые Вынуждены Как Куда-то В какую-то Нишу Историческую Запихивать Найденные Артефакты А если Они Не запихиваются То Как правило Вот Тем хуже Для артефактов Такие Находки Как правило Отправляются Там В запасники Ждут Своего часа Когда Так сказать С ними Разберутся Так вот Если Ориентироваться На современные На те Материалы Технологические Которые Мы знаем Напомню Один из наших Радиослушателей Упоминал Про Вольфрам Действительно Вольфрам Малибден Вот Эти материалы Наверное Заслуженно Ну по крайней мере В моем личном Рейтинге Пока что Находятся На первом месте Как Примеры Технологических Материалов То есть Это Не Самые Редкие К слову Скать Металлы Которые Используются В наших Технологиях Ну Вольфрамовых Изделий По крайней мере Примеров Вольфрамовых Изделий Мы знаем Огромное Количество И То что В наших Технических Устройствах Они присутствуют Здесь Никто не сомневается Все про это Как минимум Знают Как максимум Видели Вольфрамовые Спиральки Когда разбивали Случайно Лампочки И Наверняка Подчеркиваю Мы Ничто Не знаем Уверенно Но Предполагаем Что наверняка Цивилизация В уровне Нашей Тоже Так сказать С Вольфрамом Обращалась На тын И тоже Наверняка Его использовала Поскольку Свойства Вольфрама Весьма Так сказать Полезны Для электротехники Для техники Вообще И соответственно Пройти мимо Этого материала Было невозможно Как индикатор Он прекрасен Он Вольфрам Малибден Они прекрасны Потому что В природе Они Не встречаются То есть Вот Как бы Ошибиться Глядя на игру природы Как это бывает С мегалитическими Постройками И принять Игру природы За произведение Рук Человеческих Случай Вот с этими Веществами Невозможно Это Вещества Которые Мог добыть Только человек И В неискусственном Состоянии Мы Эти самые Вольфрамовые Малибденовые Изделия Не встречаем Ну По крайней мере Так Это Сведения Общеизвестны Точно Так же Как И То Что На самом деле Месторождение Самородное Месторождение Слово Самородное Означает Что Это Месторождение Родилось Как бы Само собой Ну Не указано Что оно Природное Это Не более Это название Не более Чем Такая Дань Как Показатель Бессилия Те Кто давал Это название Месторождению Месту Где было Найдено Большое Количество Вольфрамовых Изделий Вольфрамом Малибденовых Изделий Было Это сделано Тот Кто не знает Напомню На севере Тюменской Области В районе Горы Нарада Горы И ручья Нарада Где Где Артельщики Цель которых Была С помощью Драги Добывать В реке Нарада Золото Они Промывали Песок И на глубине Нескольких Метров Промывая Грунт Как раз И столкнулись С Большим Содержанием Вот этих Самых Вольфрамовых Как Как их Назвали Самородных Изделий Фотографии Этих Самых Вольфрамовых Изделий Из Нарады Я думаю Что Без труда Наши Радиослушатели Найдут В интернете У меня На страничке Есть целый Альбом Посвященный Нараде К слову Нарада Оно Имеет Сразу Несколько Синонимов Или Слов Похожих На Это Слово В славянских Языках Я встречал И в белорусском Языке Аналог Этого Слова Встречал В польском Украинском В русском Языке Русские Люди Переначали Название Меж собой Называют Эту реку Народ Не Нарадой А Народной Но В санскрите Я думаю Что Санскритский Перевод Слова Нарада Нарада Ближе Всего Санскритский Перевод Слова Нарада Буквально Означает Не имеющий Трудностей Для перемещения В пространстве Ну Извините За такой Длинный Смысловой Перевод По-другому Можно Трактовать Его Как Тот Кто Не имеет Трудностей При Перемещении В Любых Пределах Слово Пределы Означает Видимо Намек Не только На то Что Можно Путешествовать Что это Что-то Путешествующее В космосе Вполне Может быть Здесь Более Общая Трактовка Ну Я так Надеюсь Что Может быть Речь идет Не только О возможности Перемещения В космосе Нарада Это еще И имя Санскритское Имя Монаха Который Мог Путешествовать В космосе Ну Я догадываюсь Что Если Все Это Сложить В Инженерной Логике То В русском Языке Слово Нарада Я Вынужден Ну Не вынужден А пока В состоянии Найти только Одно Слово Синоним Это слово Космодром Ну Это единственное Наверное Место У нас На земле Где Про которое Можно сказать Что оно Создано Для перемещений И Это место Не имеет Границ Не имеет Пределов Для Ограничений Для перемещения Ну Действительно С космодрома Мы можем Взлетать И перемещаться Ну Почти что Можно сказать Почти бесконечно По крайней мере Там Наши корабли Улетели На многие Многие Астрономические Единицы Пока еще Не на Звездные Года Улетели Не на Световые Года От земли А Ну На световые Минуты И это Тоже Очень много Уже Вот Если Предположить Что В древности В районе Реки И горы Нарада Было Что-то Напоминающее Аналог Нашему Слову Космодром Ну Некое Техническое Устройство Некое Техническое Здание Технические Постройки Предназначенные Для Выполнения Транспортных Задач Я Так Очень образно Говорю Неважно Что это Было Космодром Аэродром Или Хронопорт Телепорт В любом Случае Вольфрам Присутствовал Как в Транспортных Средствах Так и Наверняка В Постройках Присутствовал Безусловно Он В следовых Количествах Ну Если бы Мы Застали Это Это Место В Свежем Состоянии Вадим Товарищ Поверься на музыкальную паузу Сейчас я Докончу Если бы Мы Застали Это Место В Свежем Состоянии Наверное Мы Увидели Бетонные Стены Или Что-то Так сказать Близко К нам Но За Миллионы По оценкам По оценкам Геологов Возраст Этих Вольфрамовых Изделий Оценивается Примерно В 20 Миллионов Лет То есть Чувствуете Это Возраст Даже Не Гиперборейские Не Это Не Возраст Атлантиды Это Гораздо Раньше 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 До Них Это Уже Не Динозавры Но Еще Не Легендарные Древние Цивилизации О которых Мы Часто Любим Говорить Это Нечто Среднее И Нечто Неизвестное Для нас Так вот За 20 Миллионов Лет В Которыми Оценивается Возраст Этих Самых Вольфрамовых Изделий Как Мы Прекрасно Понимаем Любое Металлическое Изделие Из Цветного Или Черного Металла Проживеет Окислится И Практически Исчезнет С лица Земли Любой Другой Материал Также Так сказать Исчезнет И от Былого Могущества От Огромного Количества Бетонных Или металлических Или иных Сооружений И транспортных Средств В конечном Итоге Останутся Как Неприскорбно Вот Эти самые Вольфрамовые Спиральки Как Жалкое Напоминание О том Что они Когда-то Находились Внутри Радиоламп Или внутри Ламп Накаливания Одним словом Внутри Каких-то Механизмов До Спустя Миллионы Лет Они Оказываются Просто В земле В среде Обычных Камней И Обычного Грунта Вот Иными словами В том Что Они Могут И скорее всего И являются Немыми Свидетелями Немыми Такими Предметами Напоминающими О том Что они Когда-то Были Сделаны Искусственно Я Не сказал Искусственно Сделаны Человеком Я даже Не знаю Кем В том Что они Сделаны Искусственно Никто Не сомневается На сегодняшний Момент Но Название Этой Цивилизации Название Народа Название Места О котором Мы Говорим К сожалению Не сохранилось Кроме Разве Что Этого Санскритского Нарада И Для Нас Сейчас По крайней Мере Для меня Это Упоминание Об этом Случае Это и Есть Вот Яркий Пример Когда Индикатор В виде Вольфрама Малибдена Однозначно На мой взгляд Конечно Однозначно Указывает На Предметы Доставшиеся Нам Наследство В следующем Получасе Я постараюсь Найти Возможные Иные Поводы Порадоваться Нам За Древних Но Скажу честно На сегодняшний Момент Эта Находка Наиболее Древняя И наиболее Доказана Из всего Того Арсенала Знаний Из перечня Артефактов Которые Известны На сегодняшний Момент Хорошо Перед музыкальной Паузой Несколько Фраз Из нашего Чата Я Гриш Написал Нарада Это равно Нара До То есть На солнце До Ну всем известно Что Ра Это В одном из Вариантов Как нечто Божественное Сияние Чистое Сияние Или просто Сияние У некоторых Народов Это просто Солнце Считали Ра Даже там Бог был у них Ра И так далее Ну и получается Куда Нара И у нас В том числе Я напомню Да Вот И Благодарю тебе И получается Куда Да вот туда Нара Ну и куда Да Ну и понятно Чем дальше Тем лучше То есть На солнце И дальше Ну что ж Вот такая у нас Позитивная Достраивается Концепция Понимания нашей Древности А может быть Не только наша А еще и более Древней чем наша И мы переходим С этой концепции К музыкальной паузе Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном Славянском Радио Напомню Что по одному Из современных Календарей Сегодня 3 июня 2016 года Пятница По одному Из старинных 13 день Месяца Ветров 7524 Лета Понедельник Но мы говорим О тех Календариках И о тех событиях Которые намного Старше тех Циферик Тех дат Которые я здесь Обозначил Поскольку тема У нас называется Ревизия Наследства Древних цивилизаций И Вадим Чернобров Нам об этом Рассказывает А Вадим В очередной раз Я напоминаю Что у нас Время все-таки Хотелось бы Больше трех часов Не перепрыгивать И есть вопросы Из чата Которые Достаточно Интересные И надо бы На них будет еще поотвечать А мы уже практически Подошли К окончательной Постановке задачи Хорошо Я обозначил Как бы основные требования То что С точки зрения Инженера Требуется На мой взгляд Искать Даже упомянул О том Что Это требование Уже По крайней мере В некоторых случаях В некоторых примерах Выполнено То есть Такие находки Сделаны Которые Однозначно Подчеркиваю Ну естественно Я Во всех таких Спорных случаях Если Если вы услышите И Считайте Что я всегда Добавляю Осторожное слово По моему мнению Чтобы Чтобы у вас Не сложилось Впечатление Что Я апеллирую Там К общепринятым Каким-то Фактам Большинство Таких Сведений О древних Цивилизациях Вовсе не является Естественно Общепринятым Так вот Я уже Упомянул О некоторых Примерах И фактически Рассказал Об ограничении Которое Стоит Перед нами В качестве Поисков И казалось бы Вот Зная Эти ограничения Выслушав Такой Короткий Инструктаж Можно Отправляться На поиски Наверное Можно Хотя Осталось На мой взгляд Последний Штрих Предположим Что мы С вами Выслушав Поучаствовав Вот в этом Мозговом Штурме Что нам Нужно Искать Отправляемся На поиски Той самой Легендарной Гиперборей О которой Грезят Грезили Многие Поколения Исследователей Ну и В общем Я надеюсь Что и будут Грезить В реальности Что мы Можем найти Значит Напомним Ориентируясь Опять же Имея в качестве Примера У нас С примерами Как вы Уже Услышали От меня Большой Дефицит То есть Примеров Цивилизации Пока что Один единственный Но С другой Стороны Цивилизация Цивилизацию На На нашу Цивилизацию Мне удобно Ссылаться Поскольку Все знают О чем идет Речь Так вот Постановка Задачи Мы с вами Ищем Следы Некой Древней Развитой Допускаем Она Может быть Чуть развития Может быть Чуть менее Может быть Чуть более Развитая Но так или Иначе Степень ее Технического Развития Сопоставима С нашим С нашей Степенью Развития Поэтому Мы ищем Некий Аналог Нас С вами Только С оговоркой Следы От нашей Цивилизации Должны Быть Уже Ну Очень Сильно Постаревшими То есть Мы ищем То Что Осталось Бы От нас Но Спустя Многие Тысячи Лет Про Про Миллионы Лет Я Уже Сказал К сожалению Кроме Вольфрама Малибденовых Спиралек Найти от нас Через миллионы лет В общем Не представляется Возможным Но Являются Найденами Найденные нами Обломки Но Только В том Случае Если Каменные Артефакты Дошли до Нас В каком-то Более-менее Сохранившихся В виде Если Мы видим Дальмены Даже С отвалившимися Плитами Мы Абсолютно Уверены Что Это Дальмены Что Это Изделия Рук Человеческих Но Если Мы Видим Дальмены Раскрошенные До Уровня Каменной Крошки То Естественно Ни о какой Уверенности Речи Быть Не Может Ориентируясь На Перечень Находок Каменных На нашем Крайнем Севере К сожалению Я пока Не могу С уверенностью Так же Как В случае С Дальменами То есть С примерами Юга России На нашем Крайнем Севере Я не могу Уверенно Перечислить Привести Список Того Что Я безусловно Считаю Примерами Каменных Построек Настолько Древних Что Их Можно Считать Гиперборейскими Ну Вот Там Пример С каменным Шаром Я Уже Упоминал Можно Условно Считать Но Опять же С оговоркой С очень Осторожной Оговоркой Может быть Но Не все Так плохо Успокаиваю Я сам Себя По крайней Мере И Радиослушателю Успокаиваю Потому Что Возможно Мы не там Ищем То есть Мы предполагаем То есть Исходя Из Древних Легенд Из Наших Убеждений Может быть Устоявшихся Уже К слову Сказать Устоявшиеся Убеждения Вовсе Не всегда Являются Истиной Но Тем не менее Так сказать Других Пока Пока что У нас Нет Вот Из тех Представлений О Киберпорее Мы Мы Осторожно Представляем Эту Некую Этот Древний Народ Это Некую Развитую Страну Как Народ Мореплавателей Народ Который Безусловно Мог себе Позволить Строить Массивные Каменные Сооружения Одним Словом Одним словом Этот народ Просто обязан Был Оставить После себя Большое Количество Пусть Каменных Пусть Разрушенных Пусть Каких-то Там Очень Сильно Деградировавших Очень Сильно Пострадавших От Времени Но Тем не менее Вот Большое Количество Этих Самых Древних Строений Ну Просто Обязаны Дойти До нас Хотя бы В малом Своем Количестве Вот Так Гарантированно Я пока Наблюдать Это Большое Количество Не могу Но Ничего В этом Плохого И Ничего Парадоксального На мой Взгляд Нет Поскольку К сожалению Большинство Поисковиков Следов Гипербореи Забывает Об Одном Важном Историческом Факторе Уровень Мирового Океана С тех пор По крайней мере В этом Регионе По крайней мере На нашем Крайнем Севере С тех пор С тех Древних пор О которых Мы говорим Очень Сильно Изменился То есть Предполагается Что По крайней мере На Кольском Полуострове Уровень Воды Поднялся Ну Не буду Утверждать Уровень Воды Поднялся Или Континент Опустился Но В любом Случае Берег Море Берег Океана Который Есть Сейчас Отличается Очень Сильно Отличается От того И Прибрежные Постройки Или Портовые Постройки Которые Безусловно Наверняка Были В те Древние Времена Сейчас Находятся На глубине Порядка Полусотни Метров То есть Иными словами Специально Говорю Для тех Кто Не был На Кольском Полуострове Для тех Кто не был В славном Городе Мурманске Ну и Других Северных Городах Я напомню Как они Выглядят Большая Часть Современных Построек В которых Живут Люди Технологических Построек Заводов Фабрик Ну и Безусловно Все 100% Портовых Сооружений Они Все Находятся Ну Про Портовые Сооружения Я сказал Все 100% А Про Жилые Постройки Наверное Можно Говорить Там О 90 Или 80 Процентах Одним Словом Большая Часть Сооруженного Сейчас Человека Нами С вами Находится На тех же самых Примерно Полусотнях Метров Над Уровнем Море То есть Производи Вот Такое Такой Подъем Воды Сейчас Или Спустя Какое-то Время И к Сожалению От наших Городов Не останется Практически Ничего Над Уровнем Море И Археологи Будущего Придя На место Нынешний Нынешнего Города Мурманска Констатирует Что там Попросту Ничего Не было Ну С оговоркой Что же там Что находится Выше 50 метров Сейчас Над уровнем Море Сейчас В городе Мурманске Ну За исключением Конечно Разнообразных Телезионных Радиотрансляционных И прочих Вышек Которые Всегда Тянутся К Верхушкам Сопок Ну Небольшой Процент Каких-то Домов Может быть Домов Отдыха Может быть Там Санаториев Или иных Каких-то Так сказать Домов По которых По какой-то Причине Построили Там Повыше Это Это неудобно Естественно Там Добирание Неудобно И Ряд прочих Так сказать Неудобства Люди испытывают Но тем не менее Небольшой процент Таких домов Есть Может быть Какие-то Военные Сооружения Там Зенитные Точки Там Иные какие Точки Наблюдательные Ну Иные какие-то Там Технологические Сооружения Ну И в общем-то Список Вот таких Вот Строений Которые Человек Делает На Неудобных Высокогорьях Он Достаточно Небольшой Иными Словами Говоря О Кипербореи Мы Имеем Шанс Подтвердить Наличие Высокоразвитой Высокоразвитых Цивилизаций Или Просто Большого Города Только С помощью Подводной Археологии Которая К сожалению Ну По крайней мере На нашем Крайнем Севере Весьма И весьма Так сказать Находится В зачаточном Состоянии Ну Это я Обращаюсь Может быть Несколько Дерзко Это утверждаю Но Делаю Это намеренно Для того Чтобы Возбудить Интерес У тех же Аквалангистов У Дайверов Которые Конечно же Есть В том числе И в славном Городе Мурманске И Может быть Обращаюсь Так сказать Попытаюсь Взять на слабо Аквалангистов Дайверов Которые На север Иногда Ездят Я знаю Есть много Любителей Нырять В озерах Холодных Но Красивых Прозрачных Озерах Карелии Я очень Надеюсь Что Услышав Вот Про такую Постановку Задачи Найдутся Люди Которые Захотят Рискнуть И нырнуть В водах Холодных Безусловно Очень Неприветливых Водах Северного Ледовитого Океана Задача Очень Сложная Все-таки 50 метров В холодной Воде Ну Скажем Так Это Не для Средней Не для Среднего Опыта Дайвера Это Достаточно Сложно И Уже Вот Сама Эта Сложность Объясняет Почему С археологической Точки Зрения Побережье Ледовитого Океана Обследовано Очень Очень Плохо Я не Исключаю Вот Что Сейчас Когда Интерес К Бассейну Ледовитого Океана Очень Сильно Возрос Вы знаете Было Несколько Таких Демонстрационных Научных Экспедиций Здесь Слово Демонстрационных Наверное Более Правильно Чем Слово Научных Цель Которых Было Доказать Что Россия Имеет Право На Обладание Шельфом Северного Ледовитого Океана Батискафы Опускались Даже На Дно В Районе Полюса Батискафы Обследовали Дно Шельфа Но Делалось Это Вполне Прагматичной Политической Целью Задача Ставилась Доказать С помощью Геологических Доводов Что Эта Территория Подводная Принадлежит Является Продолжением Континента На котором Находится Россия Но Я очень Надеюсь Что Вот Эти Споры О Исторической Принадлежности В Подводной Части Ледовитого Океана Вполне Вполне Гармонично Могут С Нашей Небольшой Подсказки Превратиться Поиски Следов Уже Более Конкретного Наследия Указывающие На то Что И с Геологической А возможно И с Исторической То есть С точки Точки Зрения У нас Есть Все Основания Считать Эти земли Своими И не только Земли Но и Дно Это Уходящее Может быть На километры Или на десятки Километров Вглубь Уже Поднявшегося Океана Одним словом Задача Это Тяжелая Для Одиночек Дайверов Но Вполне Задача Являющая Вполне Посильная Если Говорить О Задачи Государственной Но Не буду Лукавить Ни на уровне Государства Ни на уровне Общественности Пока что Задача Это не ставилось Поэтому Будем считать Что Сегодня Я Предварительный Вброс Что ли Делаю Чтобы Посмотреть Реакцию Насколько Эта тема Интересна Значит То есть Основной Как я считаю Основные Следы Возможной Древней цивилизации Если Таковые Есть И этих Следов Должно быть Много По аналогии С нашими Современными Прибрежными Приморскими Городами Вот По аналогии С тем Что мы знаем На уровне Там уже Пара десятков Метров И до уровня Полусотни Метров Мы должны Видеть Мы должны Были бы Видеть В каких-то Местах Которые Когда-то Были Удобными Бухтами Целые Так сказать Заброшенные Затопленные Города О которых Пока что Не имеем Ни малейшего Представления Второй Вариант Мы должны Видеть Так же Как и В наших Современных Городах Небольшой Процент Постройок Все-таки Имеется На вершинах Сопок То есть Соответственно Вот эти Сопочные Или Нагорные Постройки Они должны Избежать Затопления В случае Поднятия Уровня Воды Соответственно Задача Ставится На сегодняшний Момент Я бы Ее Переначал Из Всего Перечня Предполагаемых Мегалитических Постройок Которые мы На сегодняшний Момент Имеем А он Достаточно Большая Часть Этих Предполагаемых Древних Памятников Как я Уже Сказал Скорее Всего Претендует На звание Игры Природы Но тем Не менее Так сказать Поскольку Список Большой То Вполне Может быть Что в этом Списке Имеются Искусственные Образования Но Я бы Сделал Небольшое Уточнение Из всего Этого Перечня Надо В первую Очередь Выбирать Те Постройки Которые Находятся На вершинах Гор Просто Потому Опять же По аналогии С нашими Список Подобных Мегалитов Есть Но Он Отдельно Не выделялся В отдельную Категорию Одним Словом То Что Я Сейчас Излагаю Есть Попытка Ревизии Спокойной Ревизии Без Такого Я бы Сказал Ошибочного Патриотизма Когда Пивного Патриотизма Когда Никаких Возражений Против Того Что Наша Страна Самая Большая Страна В мире Что Являемся Родиной Слонов Родина Гиперборейцев И так далее И тому подобное Вот Если Более Спокойно Относиться К своему Наследию Ну По крайней мере Уточнять Это наследие Для самих Себя А не Так сказать Не хвастаться Этим Наследием Перед Соседями Я думаю Что это Более Взвешенный И более Прагматичный Путь Значит И если Путь Не очень Быстрый Как вы догадываетесь Одна задача Для Одна только Постановка Задачи Для дайверов Это уже Как минимум Даже при самом Быстром Исполнении Эта задача На многие Годы Вперед Может быть Если не Дожидаться Дайверов Ревизия Вершинных Строений Предполагаемых Вершинных Строений То есть Тех Построек Предполагаемых Построек Которые Были сделаны На вершинах Городов Только Это Может занять Несколько лет Но Тем не менее Я надеюсь Что Кто-то Слушая Нас Сейчас Уже Сделал Все пометки И Намечая Летний Отпуск Возможно Так сказать Отправиться Будет Обращать Именно На такие Вершины Предполагаемые Постройки И Может быть По осени Вполне Может быть Мы услышим Какие-то Первые Результаты Уже От наших Радиослушателей Значит Ну и Подытоживая Так сказать Что мы можем Уверенно А Что Менее Уверенно Так сказать Утверждать Или Предполагать Говоря О Нашем Реальном Мнимом И Желаемом Наследии Одновременно Так сказать Я Разные Эпитеты Привел Вполне Намеренно Потому что Действительно Об одном И том же Можно говорить Ну Ссылаясь На совершенно Разные Так сказать Доказанные Или Не доказанные Или даже Совсем Опровернутые Утверждения Значит Я С одной Стороны Нисколько Не сомневаюсь Что Мы Не являемся Первой И единственной Цивилизацией На поверхности Нашей планеты Хотя бы На том Основании Что я Упомянул О Очевидных Доказанных Случаях Обнаружения Вольфрамовых Малибденовых Артефактов То есть Если Цивилизация И Создавшая Вот Такие Артефакты Реально Существовала Миллионы Лет Назад То Вполне Это Или Еще Похоже Какая-то Иная Цивилизация Могла Дойти до нас В легендах Может быть О той же самой Гипербореи Я Нисколько Не сомневаюсь Что Высокоразвитые Ну или Относительно Развитые Цивилизации Народы Существовали Относительно Недавно То есть Не миллионы Лет назад А Может быть Считанные Тысячи Лет назад Ну В перечень Так сказать Доказательства Или Перечень Доводов В пользу Этой версии Я не буду Напоминать Наверняка Радиослушатели Их не раз Слышали Ну и Среди Таковых Конечно же Радиослушатели Каждый раз В начале Передачи Слышат Упоминания Какой Сейчас год По старому Календарю О наличии Старого Календаря Который К слову Сказать Берет Как Правило Календари Берут Своё Начало От Какого-то Яркого Иногда Катастрофического События Разные Календари По-разному Называют Нулевую Дату То есть Дату Отсчёта Ну В любом Случае Наличие Календарей Которые Ведут Свой Отсчёт От Какой-то Катастрофы От Потопа От Иного Катаклизма Уже Говорит О том Что Действительно Было Какое-то Событие Очень яркое Настолько Яркое Что Оно Запомнилось И Передаётся Из Уста Вот В виде Упоминаний О Годах Прошедших С этого Яркого События Ну А раз Яркое Событие В виде Катаклизма В виде Потопа Имело Место Быть Значит Соответственно Мы вправе Говорить О погибшей Или Сильно Деградировавшей Цивилизации Ну Одним Словом Наследие Это Безусловно Если Не лежит Под нашими Ногами Или Под Дном Побережья Моря На котором Мы живём Ну В любом Случа Если Не находится Очень Близко От нас То Как Минимум Оно Находится В досягаемости Россия Как Страна Самая Большая Страна Самая Большая Территория Имеет Конечно Же Имеет Вот Хотя Бы На этом Основании Больше Всего Шансов Получить Или По крайней Мере Осознавать Что Мы Живём На территории На земле Которую Населяли До нас Другие Более Древние Народы Одним Словом Говоря Об этой О Теории Древних Народов С точки Зрения Инженерной Ставя Задачу Отыскать В первую Очередь Технологические Следы Этой Цивилизации Я Естественно Не Противопоставляю Эту Инженерную Задачу Каким-то Иным Способом Поиска Вполне Уважают И допускают Что можно Пойти По какому-то Иному Пути Но Опять же Очень надеюсь На том Что Инженерная Логика И Инженерная Точка Зрения На Поиск Этих Самых Древних Цивилизаций Он Сработает И По крайней мере Окажется Более Логичным И последнее Что Хочется Так сказать Даже не хочется А скорее Даже я Обязан Сказать Говоря Об этой Теме Слово Наследие Безусловно Можно Трактовать По-разному Я намеренно Использовал В названии Сегодняшнего Разговора Это слово Пусть оно Для кого-то Ассоциируется С какими-то Несметными Золотыми Побрякушками И прочими Долларовыми Эквивалентами Денежными Наверняка Так сказать Многие Из радиослушателей Не столь Меркантильные И воспринимают Слово Наследие Как Синоним Слово Знание Здесь Что называется Моя точка Зрения Ближе Конечно К этому Мнению Но Я даже Больше Конкретизирую Главное Наследие Наверное Которое Мы можем Извлечь Из Даже Не из Находок Которые Мы делаем А Из Поисков Которые Мы ведем То есть Знания Которые Мы извлекаем Еще До того Как Может быть Докопаемся До Когда-нибудь Я надеюсь Докопаемся До Там Условно Назову эти места Библиотеками Библиотек Древних Или Докопаемся До Каких-то Там Мест Сосредоточения Древних Знаний И Иных Каких-то Очень важных Для нас С научной Точки Зрения С исторической Точки Зрения Хранилищ Еще До Того Как Мы Это Сделаем Рано Или Поздно Это Наверняка Произойдет Я думаю Что Главное Наследие Мы Уже Получили И еще Получим Занимаясь Этой Темой Это Наследие Это Очень важное Знание Более Чем Важное Это Знание Очень Актуальное Для нас И Я Закончу Сегодняшний Разговор Тем Что Упоминал О Сегодняшнем Заседании На котором Решалась Судьба Нашей С вами Цивилизации Судьба Выживания Нашей Цивилизации Я Как Как Вы Поняли Как Раз И Говорю О Самом Важном Опыте Который Могут Нам Передать Эти Самые Древние Цивилизации Это Опыт Увы Так сказать Их Цивилизационной Смерти Если Мы Говорим О Древних Цивилизаций О Древних Народах Значит Мы Говорим О Тех Кому Не Повезло По Тем Или Иным Причинам По Причинам Каких-то Внутренних Перепетий Или Каких-то Внешних Угроз Или Внешних Катаклизмов Но Эти Цивилизации Увы Так Сказать Погибли Полностью Или Частично И Нет На мой взгляд Более Важного Опыта Более Важного Знания Чем То Знание Которое Говорит Как Избежать Подобных Угроз И Как Не Наступить На Те Же Грабли И Не Попасть В Те Же Ловушки Которые До Нас Уже Кого-то Погубили Вот Более Важного Знания Для Нас Как Для Цивилизации И Более Актуального К слову Сказать Напомню Что Мы Живем Во Времена Кризисов И Реальных Опасностей Которые Нам Угрожают И Более Актуального Соответственно Знания И Более Ценного Наследия Я Наверное Придумать И Не Могу И Одно Это Говорит О том Что Задача Перед Нами Стоит Более Чем Более Чем Важная Вот На Этой Оптимистической Ноте Разрешите Приостановить Тему Потому Что Она Бескрайняя И Безусловно Она Будет иметь Продолжение Я Очень Надеюсь В том Числе И с помощью Наших Радиослушателей В том Числе И С помощью Тех Кто Примет Участие В Экспедициях Космопоиска Они Намечены Вот Ближайшее Начнется С Десятого Июня На Медвежской Гриде И Фактически Все Лето Пройдет В экспедиционной Паре Естественно Что Будет Найдено В этом Экспедиционном Сезоне А чего Не Получится Обнаружить Это Мы Узнаем Только Осенью Вот Но В любом Случае Я Абсолютно Уверен Что Мы Не Ставим Точку В Сегодняшнем Вопросе О Наследии И Очень Надеюсь Что Мы К ней Обязательно Вернемся Может быть Даже В каком-то Более Оптимистическом Настроении Чем Сегодня Хорошо Ну что ж Перейдем к вопросам Не буду музыкальную паузу Ставить Переходим к вопросам Чтобы время не терять Эфир Поступил вопрос От Владимира Измытищ Вадим Вадим Я Предполагаю Что Цивилизации Существовавшие До нас В основном Были двух типов Материальная И духовная Каждую Из этих Цивилизаций Уничтожила Своя Катастрофа Материальную Цивилизацию Уничтожила Технологенная Катастрофа Духовную Цивилизацию Уничтожила Гуманитарная Катастрофа Скорее Всего Перед Нами Была Духовная Цивилизация Которая Оставила После себя Горы Мусора В виде Множества Религий Поверий И культов Я допускаю То что Типы Цивилизации Чередуются В результате Чего происходит Почти полный Демонтаж Наследства Предков Наследства Предков Именно в кавычках Наследства Написано И считаю Что мы Скорее всего Сможем найти Только мусор Прошлых цивилизаций Наиболее Качественным Техногенным Мусором Можно считать Вольфрамовые Пружинки С реки Нарада И технологические Распилы Твердых Вулканических Пород При условии Что они Имеют явные Поверхностные Отложения Поверх Реза Инструмента Допуская Что можно Поискать Неожиданные Изотопные Измерения В осадочных Слоях А также Перспективы Включения В янтаре Но они Охватывают Маленький Перед Времени Вопросы У меня Следующие Вот наконец-то Переходим К вопросам От него Первое Находили ли Что-нибудь Интересное В янтаре Насколько Я знаю Таких Находок Артефактов Было Несколько Но они Не выставлены В музеях Они Недоступны Для Нет фотографий Я знаю О них Вот только В таком В виде Слухов И Устных Рассказов К сожалению Подчеркиваю Поэтому утверждать Не могу Но с другой Стороны Напомню Чтобы мы Не Как сказать Не обольшались И не ждали Лишнего Если вы Вспомните Как образуется Янтарь Что это Всего-навсего Смола Которая течет По По дереву Соответственно Внутри Этой смолы Пока она Стекает По дереву Имеет шанс Попасть Только Мусор И только Мелкие Предметы И мелкая Мелкая Живность Которая Находится На Коре Дерево Для Насекомых Это Вполне Реальная Вполне Большая Реальность Вероятность Попасть Внутрь Смолы А вот Для Артефактов Каких-то Технологических Сами понимаете Предположить Что По коре Сосны Ползет Болт Или винт Или Кусок Какого-нибудь Вольфрамового Изделия Конечно Я С иронией Это Прознашу Разве Что Гвоздь Вы Вобьете В дерево Но Гвозди По-моему Не находили В янтаре Иными словами Внутри Янтаря По логике В момент Образования Этого Янтаря Не должно Попадать Ничего Из Технологических Изделий Разве Что Специально Если Кто-то Так сказать Это Сделает В порядке Шутки Представляем Лампочку Вешал Человек Доисторический В нашем Представлении И она У него Разбилась В это время Смала Протекала Бабах Туда Спиралька Вольфрамова Попала Вот так Мы и получили Интересный Артефакт Второй Вопрос Химический Анализ Осадочных Пород Давал Какие-нибудь Интересные Заключения Хотя бы Оценочную Датировку Цивилизаций Ну Для начала Я выражу Осторожное Сомнение В реальности Этой версии Естественно Провернуть Я ее не могу Но Честно говоря Выражаю Сомнение Что Что Цивилизации Вот так Вот Чередовались Почему На каком Основании Я выражаю Она На том Что Оглядываясь На нас С вами Например На нас Нашей С вами Цивилизации Я не могу Ее Если честно Не назвать Ни духовной Ни технической Почему Потому что Часть Представителей Нашей Цивилизации Себя Относят К технической Стороне А часть К духовной Если бы Мы Этот вопрос Обсуждали Где-нибудь Там В буддистском Монастыре Высокогорной Части Тибета То Наверняка Язык Бы не повернулся Нашу цивилизацию Назвать Техногенной А если бы Мы Рассуждали На эту тему Где-нибудь На Байконуре Или хотя бы В Нью-Йорке В час пик То точно Ни у кого Ни те Ни сомнения Никаких Предположений О том Что мы Хоть каким-то Боком Относимся К духовной Цивилизации Я тоже думаю Не возникло Так что Наша с вами Цивилизация Скорее всего Разнообразна Да Вверх берут Конечно Правят Бал В настоящий Момент Последний Век Или века Конечно Технари Конечно Как бы Не молились Своим Великим Богам Буддисты И И прочие Так сказать Представители Духовных Течений Их Легко Колонизировали Обычные Конкистадоры Просто на том Основании Что у них Было лучше Техническое Оснащение Лучше оружие Поэтому На этом Основании Я Согласен Что Наша цивилизация Все таки Пусть и Разнообразна Но С перевесом В пользу Технарей Но Подчеркиваю Чистым Примером Вот Нас Как технической Цивилизации Я себя Не могу Ни себя Ни нашу Цивилизацию Не могу Считать Соответственно Предполагаю Что И в прошлом Тоже не могло Существовать Чисто Технических Или чисто Изотерических Цивилизаций Конечно Это Красиво Воображать Что Раньше Люди Не заморачивались Добычей Нефти Производством Чугуна И стали А просто Добывали себе Пропитание Силой мысли Это очень Красивая Мысль Это Очень Приятная Для Мечтаний Вот Такой Повод Но Пока У меня Что называется Кроме Мечты Добывать Себе Пропитание Силой мысли Кроме Извечной Тяги К Лени Наверное Больше Оснований Так считать И нет Хотя Приземленные Приземленные У тебя Мысли Приземленные Только поездить Прагматически Прагматически И подчеркиваю Я напоминаю Моя точка зрения Которой я придерживаюсь Инженерная Понятно Инженер допускает Что Можно Там Вообще Не пользоваться Техникой Примеров Собственно Говорят Тому Немало Но 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 С инженерной Точки зрения Нет Основания Считать Что Таким Образом Можно Развить Цивилизацию Пример Привожу Я думаю С которым Невозможно Не поспорить Я Возможно Знаю Пример Чисто Духовный То есть Ну По крайней мере Точно Не технической Цивилизации И этот пример Всем хорошо Известен Это цивилизация Дельфинов Ну В том Что они Умные И безусловно Гораздо Более Духовные Ну По крайней мере Более Добры К окружающим И к людям Чем мы К себе И к ним Я думаю С этим Никто не поспорит Но Вот Откровенно Говоря Не просто Назвать Красивым Именем Их Цивилизации А Найти Критерии Цивилизации Критерии Не общепризнанных Таких критериев Общепризнанных Нет Но Задача Очень сложная Но В любом Случа Найти Эти Критерии У Дельфинов Гораздо Сложнее Чем Чем У Примеров Технической Цивилизации Это Очень Сложно И Доказать И Как бы сказать Для самих себя Найти Подтверждение Вот этой мысли Что Дельфины Есть Пример Цивилизации Если Если Это Так То Да Я Согласен Это Духовная Цивилизация Ну Абсолютно Точно Не Техническая Но Вот Очень Страшный Но тем не менее Так сказать Очень Веский Вопрос Не дай бог Не сочтите меня Пожалуйста Жестоким Но Я Пока Чисто Предположение Такое Выдвигаю Но На основе Этого Предположения На мой взгляд Все становится На свои места Не дай бог Цивилизация Дельфинов Назовем ее Цивилизацией Исчезает Ну Погибает По каким-то Причинам Скажите Пожалуйста Через Тысячу Лет Я не говорю Даже о десятках Тысячах Да ладно Что там Тысяча Через Сто лет Хоть Какую-то Хоть Какой-то След Существования Этой Цивилизации Мы найдем Увы Нет Потому что Дельфины Ничего не строят И ничего Кроме Как Собственных Костей После себя Они оставить Не могут Следовательно Мы Не в состоянии Мы В смысле Ученые Археологи Современности Не в состоянии Найти Следы Духовной Цивилизации Как бы Так сказать Не печально Это звучало Поэтому Они могут И существовали Но К сожалению Задачи Обнаружения Таких Следов Таких Цивилизаций Для меня Пока Покрыто Мраком Так что Извините Как бы Никого Не хочу Обидеть Даже Тех Кто Считает Себя Высокодуховными Но К сожалению Следов От Высокодуховных Людей Остается Меньше Это может Быть И хорошо С точки Зрения Экологов Но Напомню Это плохо С точки Зрения Археологов Ну Когда ты говорил По поводу Того Что Байконур Например И там Какие-то Другие Примеры Приводил Технократической Такой Цивилизации Здесь Можно Поспорить Насчет Байконура Потому что Часто В репортажах Перед запуском Какой-либо Ракеты Появлялись Такие Дяденьки В темных Одеждах У которых Кадилы в руке И они Освещали Ракету То есть Там Духовность Присутствовала Так что Там Смесь Есть Духовная И технократическая Вот как раз Это тот пример Хорошо Не буду Про дяденек Спорить Да А вот Когда Говорил Про то Что Завоевали Буддистов Эти дяденьки С ружьями Барыги Барыги Которые Заплатили Купили Ружья И завоевали Всех Давай Назвать Своими именами Барыги Вот у нас Не технократическая Барыжная Цивилизация В следующий момент Где Благодаря Технократии Которые Поддержат Искусственно Все у них И складывается Пока Складывается Но Недолго Еще осталось Да Я не спорю Мои симпатии Может быть На стороне Как раз Вот тех Высокодуховных Людей Но Увы Откровенно Говорю Я Я им Симпатизирую Но Когда речь Идет о войне Как показывает Практика В большинстве Случаев Побеждает Тот У кого Лучше Техника Увы Увы Это так и есть Ну в общем Да На сегодня Пока так Пока А там дальше Посмотрим Итак Третье Какова вероятность Того Что предыдущие Предположительно Духовная Предположительно Духовная цивилизация Выполнена Качественный Демонтаж Техногенного Наследия До того До такой степени Что нам Ничего уже Не на То есть Скажем так Была чистка Проведена Вот этой дрянью Все там Смели И оставили Только То что Еще более-менее Подходит Под условия Нормальной Жизни На земле Хорошая Мне Вот Такая Постановка Задачи Как бы До этого Не встречалась Обычно По-другому Немножко В прямо Противоположном Смысле Задачу Ставили Вот Люди Думают О том Что Нам могли бы Оставить Древней цивилизации То есть Чуть Чуть Не послание Вот Как мы Иногда Капсулы Времени Закладываем К слову Сказать Напомню Мы В этом Году В июне Закладываем Еще одну Капсулу То есть Если кто-то Хочет Послание Предкам Отправить Еще Такая Возможность Есть Вы Можете Успеть Так вот Некие Такие Капсулы Послания К нам Людям Современности Как бы Ну Некоторые Исследователи Предполагают Найти Я вовсе Не исключаю Что таковые Есть Ну Мы же В конце Концов Доросли До Вот Этой Идеи Отправлять Капсулы В будущее Но Давайте Все-таки Будем Откровенны Мы Говоря О Древних Цивилизациях Пока Не знаем Сценарий Их Гибели Или Их Деградации Вариантов По которым Цивилизация Или народ Могут Исчезнуть Насчитывается Я напомню Порядка Полусотни Из них Примерно Половина Это Так называемые Ренаповские То есть Мгновенные Так называемые Мгновенные Катастрофы То есть Что это Такое Это Это Предполагает Что Времени На То чтобы Спастись А тем более На то Чтобы Люди Могли Собраться И сказать Так В какой-нибудь Государственной Думе Или в Раде Или в Сенате Собираются Обсуждают И приходят К такому выводу Ну Нам Всем Полный Крандец Мы все Погибаем Ну Давайте Сделаем Напоследок Что-нибудь Хорошее Ну Например Отправим Послание В 21 Век Их Эры Давайте Это Замечательная Идея И вот Люди Последние Дни Или Последние Минуты Своей Жизни Тратят Не на то Чтобы Вырыть Какое-то Бомбоубежище Или Какое-то Там Ну и в ковчег Построить А для того Чтобы отправить Послание К нам Ну Если честно Вот не знаю Как вы воспринимаете Такой сценарий Но мне он кажется Слишком натянутым Слишком уж Так сказать Нереальным То есть Пожалуйста Поставьте себя На место Людей Или народа Который терпит Бедствие Который Предположим Узнает О грозящей Им беде А ведь Есть сценарий По которым Извините Как бы Это все происходит Настолько мгновенно Что люди И не успевают Понять Вообще Что происходит Ну даже Если Так сказать Они предупреждены Мы знаем Такие примеры Когда там Некоторые народы Узнавали О грозящей Цунами Или о грозящей Падение Тунгусского Метеорита За три дня Узнали То есть Исключать этого Нельзя Но В любом случае Вот этих Дней Или Запас Этих Этих Оставшихся Для жизни Минут Или даже Даже Если это недель Люди Скорее всего Потратят На что-то другое Значит Поэтому Давайте Как бы Надеяться На то Что мы найдем Послание Лично Для себя Но все-таки Всерьез На это Не рассчитывать А рассчитывать На то Что человек Оставит В любом случае Вот я Опять же Другую крайность Не рассматриваю Мне с трудом Приходит С еще Большим трудом Я могу Вообразить Другую Ситуацию Извините Изложу ее Тоже В таком Полуанекдотичном Виде Представьте Что проходит Заседание Государственной Думы Где Обсуждается Вопрос Что нам Всем конец Мы все Погибнем Но давайте Последние дни Потратим На то Чтобы сравнять Наши Города Сравнять С землей Для того Чтобы в будущем О нас Вообще Никто ничего Не узнал Вот это На мой взгляд Еще более Анедотичный Уже пример Я думаю Что Это нереально Какая нам Разница По большому счету Будут Она знать Или не будут Ну скорее Если есть разница То скорее В плюс То есть Ну не знаю Как вам Мне бы хотелось Знать Что Мы были Если Предположим Наша цивилизация Исчезнет Наверное Я думаю Что большая Часть людей Разделяет Мою точку зрения Но Одно дело Хотеть А другое дело К этому Прилагать Руку Ну в смысле Вкладывать В это усилия Время Трудиться Строить что-то Может быть Так сказать В ряде случаев Ну есть в конце концов Энтузиасты Которые Делают Ну что-то Не для Машны Не для Набивания Кошелька А Для Ну для Души И если Кому-то Вот такая Идея Передать Привет В будущее Придется По душе То Почему бы Так сказать Там Небольшому Количеству Людей Не сделать Такой Привет И в этом Плане Вполне Может быть Что часть Древних Построек Вот И являются Такими Приветами Но только Так сказать Что они Хотели Сказать А может быть Ничего Не хотели Сказать А просто То что мы Воспринимаем Как приветы Ну там К примеру Пример Такой Вот Египетские Пирамиды Многие Воспринимают Их Как Ну как Едва ли Не открыто Письмо Из Прошлого Но на самом Деле Они дожили До нашего Времени И переживут Многие Наши Города И многие Наши Постройки Они Переживут Даже Вариант Гибели Нашей Цивилизации Легко Как бы Перейдя В наследство К следующей Цивилизации Только Потому Что являются Фактически Форма Пирамид И материалы Из которых Они сделаны С инженерной Точки Зрения Очень Долгоживущий То есть Это Очень Долгоживущие Постройки Которые В общем Пережили Многие Тысячи лет И переживут Еще Много 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 И еще Тысяч лет То есть Иными словами Они пережили Они Они дошли До нас На мой Взгляд Скорее Не потому Что В них Письмо Для нас А потому Что У них Они Такие Устойчивы В силу Инженерной Задачи Что Что Инженерная Задача Ставилась Это Так Скать Вопрос Открытый Это Вопрос Обсуждабельный Но По крайней Мере Так Скать Изначально У меня Нет Оснований Считать Что Это И Есть Послание К Нам Хотя Как бы Заканчиваю Эту Мысль Хотя Если Бы Зная Это Меня Спросили А где Спрятать Послание Ну Предположим У нас Там Два Дня На Все Про Все Через Два Дня Наступит Конец Света Построить Построить Там Какой-то Монумент В качестве Послания Потомкам Нереально Но Использовать В качестве Почтового Ящика Уже Имеющиеся Долговременные Долгоживущие Постройки Вполне Логично И в этом Плане Там Закопать Или Забетонировать Внутри Пирамиды Уже Имеющиеся Древние Пирамиды Послания На мой взгляд Вполне Логично И вполне Их Слово Сказать И технологично И быстро И дешево И сердито То есть Если эти пирамиды Построили Все равно Для каких-то Других целей Не для посланий Их просто Могли Для этой цели Использовать То есть Такой вариант Нам надо держать Вот Ну Подчеркиваю Я Сейчас Изложил Логическую Цепочку Насколько Она Так сказать С точки зрения Радиослушателей Логично Решать Каждому Но Тем не менее Так сказать Я остаюсь При мысли Что Надо пытаться Встать На точку Зрения Того Следы Кого Ты Ищешь Если мы Ищем Древние Цивилизации Давайте Логически Думать Что они Могли Сделать И что Они Хотели Могли Хотеть Сделать Вот Только По этому Пути А не Исходить Из того Что бы Мы Хотели Что бы Они Для Нас Сделали Или Что бы Они Для Нас Оставили Мало Логично Что я Хочу Ну да Логично Когда ты говорил Про капсулы Которые Закладываются Там Вольфрам Будет Присутствовать Хороший Вопрос Я Специально Не ставил Себе Такой Задачи Но Поскольку Капсула Имеет Гарантию Два Века А За Какие-то Несчастные Два Века Корпус Сделанный Из Цветного Металла Естественно Не придет Не растворится Не исчезнет Не сгниет То есть Он останется Практически Прежним Поэтому Как бы Нам Для передачи На два века Вольфрам Не нужен Поскольку Доживет Даже бумага Внутри Капсулы Ну Почему Потому что Там Условия Хранения В нейтральном Газе В Азоте В сухом Сухой Капсуле Весьма Так сказать Комфортно Для этого Поэтому Ну Два века В общем Это 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 Малый Срок Чтобы Так сказать Переживать На этот счет Понятно Как там говорил Товарищ Аполитично Рассуждать Аполитично Не надо Не на два века А на два тысячелетия Или на два миллиона лет Вперед думать Ну ладно Хорошо Четвертый вопрос А давайте Подумаем Товарищ На два На два миллиона век Да Четвертый вопрос И камеру Скоро нашли Хоть одну Нет Ищем Ну Я поясню Потому что Видимо Не все поняли О чем идет речь Если я правильно Понял Вопрос То речь идет О том Что я Ищу Природные Камеры Обскура В местах Ренаповских Катастроф Ну например В эпицентре Тунгусского взрыва Пока Как бы сказать Не очень успешно Для чего Я это делаю Объясню Если В момент Катастрофы Была Какая-то Яркая Мощная Вспышка Она Могла Ну если Предположить Что вот Недалеко От эпицентра Лежит Камера Обскура Камера Обскура Это фотоаппарат Безлинзовый Фотоаппарат У которого Изображение Получается Через дырочку Проходят Световые лучи И отображаются На задней стенке Вот этой Самой Камеры И Так формируется Изображение Если На задней стенке Реального Фотоаппарата Камера Обскура Находится Фотопластинка То Изображение Формируется На фотопластинке Но если Это Подчеркиваю Это Предположение Предположение Абсолютно Научное То есть Оно Базируется На Физических Законах Если Предположить Что свет От Ренаповской Катастрофы Очень яркий То Изображение Может Сформироваться И без Всякой Фотопластинки Просто На камне Просто На любой Поверхности Ну как это Было в тех местах Где взрывались Атомные Заряды То есть Где там Нагасаки Хиросима Абсолютно Точно так же Где тени Остались Я думаю Что ответ Просто времени Мало Остается Вы поняли Что мы пока В поисках Вот такой Камеры Обскура И пока Не нашли А очень Хотелось бы Найти Изображение Оставшееся От Старого Или даже От древнего Взрыва В общем Космопоиск В поиске Дальше Пришло Не в чате Здесь А пришло По e-mail Через форум Обратной связи С нашего сайта Имя отправителя Михаил Вадиму Черноброму Космопоиск Вопрос в эфир От Михаила Из Москвы Здравия Вадим Всегда Очень интересно Твое открытие Версии события И раскрытие Секретов древности Поиск тайн Древних артефактов Что ты Можешь Сказать Про ленские столбы На берегу Реки Лены В Якутске Благодарю Ну кроме того Что это чрезвычайно Красивое Природное Образование Добавить мне сложно Я понимаю Вопрос Естественно Ну если не с подвохом То по крайней мере С надеждой Чтобы я Подтвердил Или так сказать Даже доказал Что Что это Искусственное Образование Вот Но к сожалению Я это пока Сделать не могу Я допускаю Что Это Могут быть Сильно Деградировавшие Искусственные Сооружения Но если честно Кроме Как просто Допущений Ни одного Такого Факта Который говорил бы В пользу Оной Версии У меня нет Поэтому Пока Осторожно Скажем Это Безусловно Красивое Природное Образование Здесь еще Была Иллюстрация Я ее Сбросил В письме Была иллюстрация Я ее сбросил В чат Радио Так что Те кто сейчас В чате Могут видеть Эту фотографию Следующий вопрос От Даниила Здравия С ведущим Вадим Знакомы ли вы С содержанием Книги Изумрудной Скрижали Тота Атланта Гермеса Тресмегиста Если да То подтверждается Ли вашими Научными Изысканиями И умозаключениями Исторический Экскурс Представленный Вонной Книги Благодарю за ответ Тот вариант Истории Видимо Который там Описан Я не могу Подтвердить И сказать Что все Описанное И все Прочитанное Мною В скрижалях Так и было Поскольку Там ведь Говорится О временах Настолько Старых Что Ну Видите Эти времена Находятся В области Пока что Наших Предположений Было бы С моей Точки Зрения Вернее Нет С точки Зрения Науки Подтвердить Столь Древние События Можно Либо Заполучив В свои руки Какие-то Совершенно Новые Новаторские Научные Методы Исторических Изысканий Вот Я Мы Даже Упоминали О некоторых Вот Мы Например Те же Самые Камеры Обскура Ищем Если Найдем Это Будет Действительно Научным Доказательством Того Или Ного События То есть Иными Словами Чтобы Подтвердить Чтобы Уверенно Утверждать Что Да Мы Уверены Что Все Описанное Правда Либо Надо Найти Новые Методы Старыми Методами Мы Буксуем Мы Не Можем Это Сделать Либо Еще Проще Если Хотите Но Это Тема Другой Нашей Передачи Была Проще В том Смысле Когда Мы На Машине Времени Отправимся В прошлое Тогда Мы Будем Подтверждать Или Опровергать Просто Как Семечки Всякие Исторические Легенды И Прочие Так Скать Лживые Или Правдивые Утверждения О нашей Истории Вот Это Будет Проще Всего Но Что Называется Это Не Сегодня Дальше Следующий Вопрос От Светланы Вадим Следствием Чего Является Курская Аномалия Благодарю Опять же Я не думаю Что Это Прямое Отношение К теме Нашего Разговора Ну В смысле Что С Намеком На Что Это Искусственное Изделие Если Ну Скажем Так Я Абсолютно Здесь Склонен Доверять Геологам Которые Конечно Ни те Ни сомнения В ее Природном Происхождении Не Испытывают Ну Осторожно Скажу Я Может быть На 99% Здесь Геологам Доверяю Оставляя Один Маленький Процент На Вероятность Того Что Вот К Образованию Каких-то Мясностей Извините Даже Терминов Таких Нет Поэтому Я На Ходу Придумаю К Образованию Таких Мест С Высоким С Аномально Высоким Содержанием Железной Руды Или Окислов Железа Я Допускаю Что Вот К Образованию Этих Мест Могло Привести Наличие В Глубокой Древности В этом Месте Каких-то Железных Сооружений То есть Я предполагаю Говорю Прямым Текстом Что Там Где В настоящий Момент Находится Большое Количество Современных Металлических Изделий Ну Например Там Предположим Нефтеперегонный Завод Который Сплошь Состоит Из Целого Леса Переплетения Железных Труб Железных Емкостей И прочего 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 Там Металлолома Я вас Уверяю Огромное Количество Если Предположить Что И этот Завод И вся Цивилизация Накрывается Медным Тазом То Через Миллионы Лет От Этого Самого Завода Останется Извините Вот Месторождение Ржавчины Как Отличить Месторождение Ржавчины И Искусственной От Природной Задача Весьма Нетривиальна Я Передрисую Эту Задачу Профессиональным Геологам Но Насколько Знаю Их Этому Не Обучали И Они Насколько Знаю Они Не умеют Это Делать Возможно Искусственных Месторождений Не бывает Возможно И Если Геологи Которые Нас Слышат Сейчас Возмутятся И скажут Да что вы Несете Какие Могут Быть Искусственные Месторождения Вот Чтобы Возмущение Такого Было Поменьше Я напомню Что Есть Несколько Месторождений В отношении Которых Есть У нас Есть Веские Сомнения Ну Например Месторождение Которое 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 Называется Окла Находится Оно В Африке Правда Это Месторождение Не просто Металлов Это Месторождение Урана Причем Изотопов Урана Которые Используются У нас В Ядерных Реакторах И Это Месторождение Окла Оно До сих пор В этом Месторождении До сих пор Продолжается Цепная Реакция Правда Вела Текущая Очень Медленная Реакция То есть Иными словами Вот В отношении Этого Окла Нет пока Четких Представлений Как Такое Месторождение Могло Сформироваться Естественным Природным Путем То есть Как эта Природа Могла Сделать А вот То есть Проще Может быть Предположить Что Это Месторождение Является Просто Разрушенной Какой-то Древней Атомной Станции Где Естественно Она Полностью Исчезла С лица Земли Ее занесло Песком Грунтом Многометровым Но Ядерные Запасы Ядерное Топливо Оно Осталось И Вот На протяжении Тысяч А может быть Там Даже сотен Тысяч Лет Оно Продолжает Так сказать Давать Вот Ту реакцию Которую Которую Мы Наблюдаем То есть Иными словами Откуда Это ядерное Топливо Достаточно Для того Чтобы Около Продолжалась Медленная Реакция Откуда Оно В одном Месте Сконцентрировано Собралось Задача В общем Пока Нерешенная Это Место Не является Доказательством Версии Древней Ядерной Станции Но Что называется Но повод Задуматься Есть Хорошо Следующий вопрос Тоже От Светы Вадим Что можно считать Неоспоримым доказательством Гиперборея Что Гиперборея Была Хороший вопрос Ну Кроме того Что очень хочется В это верить Безусловно Я думаю Что По большому счету Вот Доказательства Стопроцентного Убедительного Для себя По крайней мере Я пока Не вижу Естественно Я не буду Перечислять Список Тех доводов Которые обычно В литературе Гиперборейски Приводятся Я не буду Ссылаться На карту Меркатора На прочее Прочее На легенды Которые есть У разных народов Каждое Доказательство Подобное Доказательство Все таки Является Косвенным А то Что Вот С инженерной Точки зрения Было бы Убедительно Вот Ну Что называется Все Это факт Против которого Не поспоришь И это факт Однозначный Вот В качестве Такового Я Приводил В качестве Такого Примера Я приводил Факт Обнаружения Вольфрамовой Спирали Вот Такого Такого же Уровня Убедительного Обнаружения Следов Гипербарей Я к сожалению Я к сожалению Пока Я согласен Я согласен Техногенное Дело В каком смысле Уточнить Сейчас Высоко Развитая цивилизация Прежде всего Это духовно Развитая Посему Не имеет Технологий Остающихся То есть Технического Мусора Какое Наследие С вашей Точки Зрения Более Важно Техническое Или Духовное Мы уже Касались Немножко Вот Этой Разницы Техногенной И духовной Цивилизации И Я говорил Что Искать следы Духовной Подтверждают И повторяю Что Искать следы Духовной Цивилизации Даже Не на порядок А на порядке Сложнее В качестве Примера Напомню Полчаса Назад Я Предлагал Такой Вариант Как Найти Как доказать Через сто лет После Гибели Цивилизации Дельфинов Как доказать Что такая Цивилизация Была Кроме Рассказов Наших предков Что они Когда-то Сталкивались С дельфинами И Сделали Вывод Что дельфины Умные Что они Разумные Вот Кроме Таких Легенд Артефактов Вещественных Не Будет Вот Поэтому Не вдаваясь Так сказать В споры С Человеком Который Задал Этот вопрос Я Согласен Что найти Такие следы Дело Неблагодарное Но еще раз Повторюсь Лично я Убежден Что в чистом Виде Духовных И в чистом Виде Технических Цивилизаций По крайней мере В отношении Хомо Сапиенс Быть не может Возможно Какие-то Пропорции В отношении Других Биологических Видов Я согласен Ну вот Про дельфинов Например Бесспорно Они уж точно Не технические Не техническая Цивилизация Если это Цивилизация Вот Так что Задача Естественно Многоплановая И Я Не согласен С автором Вопроса Только в одном Вот в первом Предположении Все Ищут Следы Каких-то Техногенных Цивилизаций Он начал Как Вы поняли Из моего ответа Во-первых Мы Ищем Следы Всех Цивилизаций Просто Техногенных Искать Проще Только Поэтому Ну понятно Станислав Здесь Надо просто Понимать Что Можно оперировать Как Вадим сказал Только тем Что мы можем Пощупать Потрогать А не просто То что Вам приходит По каналу Или Кто-то там Увидел Во сне Потому что Вот Звонок Из прошлого В современность Вот Как-то Звонки Из прошлого В современность Как-то Редко случаются Поэтому Вот И приходится Опираться На то Что Находят Хотя Вот По поводу Цивилизации Дельфинов Здесь Даже Из современности Многие Не понимают Что эта цивилизация Существует И вообще Непонятно Существует ли она А то Что будет там Через тысячу Или через сто лет Это вообще Под большим вопросом Если с тобой согласен Дальше Елена Вопрос в эфир В чем смысл Находок Доказательств Древнейших Цивилизаций Не лучше ли Придерживаться Официальной Версии Истории В которой Сказано Что человечество Произошло От обезьян И слезло С деревьев Чуть ли не Десять Тире Двадцать Тысяч Лет назад Ну Что называется Я оценил Иронию Ничего Против обезьян Не имею Но Давайте Так сказать Не будем Уходить В крайности Я думаю Что Спокойно Без кровопролития Без Какого-то Противопоставления Там Ты за Красных Или за белых Или в данном случае Ты за теорию Дарвина Или там Против Или за правильную Теорию Как я там Иногда слышу Я Абсолютно Точно Убежден Что Что Теория Дарвина Работает Но при этом Вовсе Не значит Что Нет Каких-то Иных Влияний Внешних В том числе Влияний На Ход Развития Поэтому Скорее всего Мы с вами Не просто Там Потомки Обезьян Слезших С дерева Ну конечно Не 10 тысяч лет А Там Гораздо Раньше Скорее всего Мы Это целый Комплекс Внутренних Причин Среди которых Есть И Законы Описанные Дарвином И наверняка Были И внешние Воздействия То есть Иными словами Пожалуйста Не ищите Крайности И Не противопоставляйте Ни в коем случае Как я часто Слышу Вот Такие Вопросы Или Или Вы за Версию Обезьян Или за Версию Что Там Нас Породили Или Каким-то Образом Смоделировали Или Воспитали Там Высокоразвитые Пришельцы Одно Другому Не противоречит И вполне Может Там Параллельно Или последовательно Сразу Цепочка Событий Что в реальности Было Или чего Было Больше Или Чего Меньше Честно говоря Вопрос Весьма Весьма Сложный Но Опять же Наука Развивается Еще 20 лет назад Мы Предполагать Не могли Что генетики Вычислят По Генетическим Следам Как Народы Кочевали По земле Кто Кому Является Родственником И откуда Пошел Весь Человеческий Род Помните Лет 15 назад Вычислили Даже Так Назовому Еву И Это То Что Стало Возможным Буквально На нашей Памяти При нашей Жизни Что Станет Возможным Через 10-15 лет В будущем Даже Предполагать Сложно Вполне Может быть Мы сейчас Спорим Или рассуждаем На темы Которые Станут Доступны Для исследований В очень Недалекой Перспективе Ну да Вадим Конечно Существует же Такая поговорка Хочешь насмешить Богов Расскажи Им о своих Планах Так что Мы не знаем Через 10-20 лет Некоторые Сотовыми Телефонами Сейчас пользуются А если Бабушкам Рассказать Каким-то Например В их молодости Что их внуки Будут пользоваться Сотовыми Телефонами Они бы виска Покрутили Сказали Вы что С ума Сошли Какие сотовые Телефоны Вы о чем Ну ладно По поводу того Что ты рассказал Что Я тоже Постоянно отвечаю На вопросы Когда мне говорят Вот какая Теория Более правильно А вот Как более правильно Вот что тут Я говорю Ребят Вы не учитывайте Что за многие Миллиарды лет Существования Нашей Земли Существования Вообще Окружения Земли И космоса И миллиарды лет Это вообще Песчинка Несоизмеримая С тем Что существует Вокруг еще Более глубоко Такого могло Произойти Интересного И столько всего Что все теории Вот все Если их вот так Вот прям Параллельно запускать Или друг за другом Они все имеют Право быть Вот они И анунаки Сюда могли прилетать И какой-то там Библейский господь Мог Адама Создать И древние наши предки Могли сюда прилететь И какие-то боги Помимо Адама Там еще кого-то Создавали Что-то делали И у каждого народа Есть на это Какие-то подтверждения Что вот нас Оттуда-то прислали Нас из этого-то сделали А мы вот отсюда Идем И так далее Поэтому Тут представители Различных Так называемых Рас В кавычках Огромное количество Народов и народностей У каждого Есть свои какие-то Взгляды На свое прошлое На прошлое Других народов Поэтому я не исключаю Ни Дарвиновского Жесткого варианта Ни Дарвиновского Расширенного варианта Ни того Что сюда кто-то прилетел И здесь что-то создал Что сюда мы Переселились И так далее Вот эти все Упрощения Они Удел наверное Так же Простых людей По своему развитию Вот не уподобляйтесь Смотрите более широко Другой вопрос Кому вы Преднадлежите Что у вас там Внутри Находится Вот поэтому Отслеживайте Как-то вот поэтому Ориентируйтесь Потому что Ну Зачем себя упрощать Зачем Упрощенно Как-то двоично Смотреть на этот мир Дуально Вот это черное Вот это белое Ну не бывает такого В мире Все намного интереснее Живите интереснее Все будет намного Здорово Вообще Все намного будет интереснее В этом мире Давай дальше А то время уже уходит А вопросы еще остаются Хорошо Я Гриша Всем здравия Вопрос в эфир Как соведущие Относятся к каньонам Как к рукотворным Последствиям Выработки природы То есть Я бы сказал Как версии Того что каньоны На земле Многие каньоны На земле Это выработка породы Ну я догадываюсь Что многие Этого вопроса Растут Из ролика Или роликов Которые сейчас Гуляют По интернету На которых Это я Два слова Рассказываю Для тех Кто еще не видел На которых Показываются Различные каньоны И сравнивается Их форма С карьерами Искусственными карьерами Такими шагающими Экскаваторами Такими Которые вырабатывают Да Которые делают Роторный Экскаватор Шагающие Вот И надо сказать В ряде случаев Что называется Одно Похоже на другое Но Опять же К сожалению Не знаю По незнанию Или Из Неудержимого Желания Доказать Все и вся Мгновенно Автор Или авторы Этих роликов Свалили Честно говоря Очень много Что в кучу Что на мой взгляд С точки зрения Геологов Или людей Ну У которых Есть Геологический Опыт Я Себя К таковым Скромно отношу Хотя понимаю Что Есть гораздо Более Опытные Геологи Но Моего Опыта Уже Достаточно Чтобы В большинстве Примеров Которые Вот в таких Фильмах Приводятся Обнаружить Для себя К сожалению Исключительно Природные Примеры Природных Образований То есть То что Может Показаться Особенно Если Снять В нужном Ракурсе Сами понимаете Искусство Кино Это действительно Великое Искусство И можно Так Снять Что Сам Поразишься Так Сать Результат Так Вот Многие Действительно Природные Каньоны Будучи Снятыми Там В определенных Ракурсах Похожи На Работу Роторных Экскаваторов Но Вот У меня На страничке Вконтакте По-моему Вчера Очередную Такую Картинку Бросили Но Если Чем Отличается Карьер Роторного Экскаватора От Примера Или От Последствий Работы Водной Эрозии Водная Эрозия Углубление Русла Реки Которое Естественно Происходит Немгновенно В отличие От Не так Быстро Не так Явно В отличие От Работы Роторного Экскаватора Но Столь же Неудержимо За Тысячи Лет Река Выкапывает Особенно В местах Поворотов Русла Такие Высокие Обрывы Что Человека Неискушенного В геологии Они действительно Повергают Шок Ну В качестве Примера В Воронежской Области На местах Поворота Рек Такие Есть Высокие Обрывы Что К ним Водят Экскурсии На автобусах Детей Привозят И Там действительно Есть на что Взглянуть Но при этом Подчеркиваю Есть Принципиальная Разница Отличия Вот Таких Вот Природных Русел Я уже Называю Эти карьеры Как бы сказать Называю Виновника Строители Этих Русел Вот Такие Вот такие Примеры Производит Водная Эрозия То есть Производит Река Отличаются Они от Того Что делает Роторный Экскаватор Тем Что Экскаватору Для того Чтобы Грызаться В отвесную Стену В обрыв Ему Нужна Ровная Площадка Ну Без труда Вы Вообразите Экскаватор В общем Роторный Он Шагающий Он Или гусеничный Ему Действительно Для передвижения Нужна Ну Почти Идеально Ровная Местность Находясь На ровной Местности Он Может Подгрызать Ближайшие Скалы Ближайшие Обрывы Превращая Их В такую Ровную Местность То есть Там Где Поработал Экскаватор Там Дно У Подобного Каньона Должно Быть Ровным Если Вы Видите На Дне Этого Каньона Возвышение И Очень Явно Читаем Неровности То С большой Долей Вероятности Никакого Экскаватора Ни гусеничного Ни шагающего Там В принципе Никогда Не было А поработала Матушка Природа Понятно Я просто Тебя Сдерживаю Сдерживаю Тебя Потому что Еще вопросы Есть Хотя Учитываю Что все-таки Технологии Несколько Могли Отличаться И Там Может быть Что-то Было Другое Например Левитирующий Рот Ну Или Что-то Еще Ну ладно В общем Понятно В общем Смотрите На то Ну Включайте Здравомыслие В общем Друзья мои И смотрите Может ли здесь Техника Работать Или просто Это выветривание А может быть Наоборот Здесь поработал Экскаватор Потом русло реки Там Ручьи Там пошли Русло реки Образовалось И Вымыл эту ровную площадку Вот надо Более внимательно Смотреть А не просто так Да или нет Говорить Более внимательно Вот Призыв Всей нашей передачи Ну В качестве Паскриптума Два слова Не каньоны В качестве Примера Земляной Земляных работ В древности А Как раз Ровные площадки Действительно Я бы Рассматривал В качестве Претендентов Вот На следы Вот Именно Земляных работ В древности Действительно Есть Выровненные Верхушки Как срезанные Верхушки Там Горных Плотов В некоторых Местах Есть Прямоугольные Дороги Или Прямоугольные Линии Выложенные Из земли Тоже Древние Для чего Это вопрос Второй Но Вот И Объяснение С точки зрения Природных Законов К сожалению Ну Для кого-то К сожалению Для кого-то К счастью Хромает Так что Так сказать Претенденты Такие есть Но Претенденты В виде Каньонов К сожалению Пока Версия Ну Мягко Выражаясь Слабая Хорошо От Игоря вопрос Велась ли Видеозапись Упомянутой Тобой Конференции Если велась Будет ли Запись В открытом Доступе Благодарю за ответ Велась Но Вел ее Не я Тот Кто вел Может Выложить И наверняка Выложит Но Что называется Я за этим Не слежу Обычно По мере того Как люди Выкладывают Они присылают Мне ссылку Я выкладываю Поэтому Ну как бы В рабочем порядке Не обещаю Это И кстати Кстати Кто хочет Принять Участие В таком Круглом Столе В будущем Они будут Проходить В мои С некоторой Периодичностью Обращайтесь Ко мне В частном Порядке Я не обещаю Всех туда Провести А все Не обратятся Собственно Вот те люди Кому Эта тема Интересна И важна В небольшом Количестве Я Этих людей В следующий раз Проведу Подобные Круглые Столы Будут Повторяться Поскольку Тема Сами понимаете Ну за один Раз Не Не обсудишь Всех Вопросов Понятно Понятно Хорошо Ну может быть Еще и радио Подключится Будет какие-то Репортажи Делать Но это Тоже пока Мы не можем Гарантировать Но было бы Это интересно Как-то так Освещать Вопрос Эфир От Василия Васильевича Как Вадим Прокомментирует Ситуацию В его Эстонском Заповеднике И как По его мнению Можно Эстонский Катаклизм На изменении Климата На всей Земле Ну как Отразится Взрыв Предполагаемый Взрыв Эстонского Супервулкана На климате Земли Об этом Сейчас По-моему Даже ленивый Знает Благодаря Нашим СМИ В первую очередь Телевидению Этот сценарий На мой взгляд Обсосали Очень хорошо Но Ключевой Момент Когда Не то что Он Что произойдет Когда Он взорвется Когда он взорвется Будет Всем плохо Кто-то Сразу Помрет А кто-то Я имею ввиду Нас с вами На другом континенте Ну может быть Так сказать Помучаются Но выживут Вопрос Другом Ключевой Когда Это произойдет Естественно Это никто Не знает И то С чем я Воюю Ну так Ненавязчиво Конечно Не специально Но Очень Слишком часто Скажем так Отвечаю Это Задает вопрос Очень часто А правда ли Что Еллоустонский Супервулкан Взорвется Там Со дня на день Или с минуты На минуту Или уже взорвался Или уже начал Взрываться Значит Отвечаю Отвечал Многократно И отвечаю Сейчас Поводов Или доводов В пользу Того Чтобы утверждать Что он Там Ускорил Движение К катаклизму И что это Прозойдет Со дня на день Таких Доводов Нет Скажем так У некоторых Есть желание Чтобы это Случилось Ну Раз Америка Нас не любит То почему бы Так сказать Не помечтать Раз вы нас не любите Получайте Да Заполучите Да Вот Я как бы сказать Не буду Комментировать Или развивать Эту мысль Возвращаюсь Просто чисто К научной Не знаю К научному Прогнозированию Человек Во-первых Во-первых Человек Гарантированно Не может На сегодняшний момент Предугадать Рассчитать Вот такую Катастрофу Просто потому Что у нее Нет Опыта Подобного Ну Осторожно Скажу Более чем За несколько Часов То есть Когда начнется Там Вот все это Кипеть То может быть Там За час Кто-то Так сказать Поймет Что Все Пошло По сценарию Ранее неизвестному Но Это Ранее Неизвестный Сценарий Закончится Региональная Катастрофа Со взрывом И полной Стерилизацией Североамериканского Континента Или же Так сказать Это какой-то Другой сценарий Этого Никто Не знает Значит Гораздо Более Прагматичным Было бы Наблюдать За поведением Животных К чему В общем Я всегда Призывал И призываю Ориентируясь На то Что там В экспедициях Вот В эпицентре Цунами 2004 года Я Так сказать Лично наблюдал Что все Животные Ушли Кто за полчаса А кто за Несколько часов Да До Землетрясения Которое Привело К цунами То есть Соответственно Что их Сподвигло Почувствовать Опасность И главное Грамотно Так сказать Этой опасности Противодействовать Я сейчас Не рассматриваю Я только Констатирую И допускаю Что за какое-то Время Может быть За сутки Может быть За часы До взрыва Йеллоустоуна Действительно Уйдут Или начнут Уходить Животные Но В прошлом году Я критиковал Фейк Который Вброс Такой Информационный Что вот Бизоны Начали убегать Из Йеллоустоунского Заповедника И в общем Ну понятно Если же Бизоны Убегают То все Тушите свет И убегайте Следом Другого Другого совета Я дать не могу Но поскольку Это был фейк Поскольку Эти бизоны Были там Подклеены Компьютерным Компьютерным Монтажом Я тогда Раскритиковал Вот этот Вброс Но естественно Когда критикуешь Высокопрофессиональный Вброс Который делает Там Не студент Не школьник А явно В общем Явно Какие-то Профессионалы То я уже Не раз Сталкивался С тем Что Вслед за этим Начинается Не спор Как бы сказать Что это Нет Это не фейк Это настоящее Изображение Нет Всегда Это Перевращается В травлю Переход на личности То есть Травлю против меня Вот До сих пор Так сказать Эти Люди Ответственные За информационный Брос Продолжают Меня травить И При случае Вспоминать Но Главный Тезис Главный Мой довод На мой взгляд Он только За это время Блестяще Подтвердился Сами понимаете Если бы Я оказался Не прав Если бы Бизоны В реальности Убегали На том Злосчастном Видео То Йеллоустоуна Равно как И североамериканского Континента Уже давно Не было Потому что Бизоны И животные Вообще Не убегают За год До взрыва Они убегают Они чувствуют Если и чувствуют То уходят За часы Или максимум За сутки Но не за недели Не за месяцы Не за годы Поэтому Когда это произойдет Если это произойдет То у нас Времени Для обсуждения Этой темы Почему Бизоны Убежали Фактически Не останется Времени То есть Иными словами Я подытожу Так сказать Тему С Йеллоустоуном Она Эта тема С одной стороны Безусловно Безусловно Реальна То есть Угроза Взрыва Йеллоустоуна Она всегда Была И будет Еще Висеть Над нами Дамокловым мечом Может быть Сотни лет Может быть Тысячи лет Мы еще Об этой угрозе Будем помнить Но Одновременно Я утверждаю Что Тема Эта стала Политизированной И Она является Поводом Для Информационных Бросов Для чего Это делает Кто это делает Вопрос Другой Я Просто Так сказать Призываю Людей Далеко Не всей Информации Которая Крутится В информационном Поле Верить Вот Бизонам Которые Убегают И все От Все Взрывающегося Но никак Не мог Еще взорваться Этого Злосчастного Супервулкана Сами понимаете Так сказать Бизоны Это просто Классический Пример Вот такого Фейка В общем Бизоны Пока бегают Нам переживать Нечего А с другой Стороны Если это На самом деле Супервулкан Это Не то Что Какие-то Там Маленькие Вулканчики Которые У нас Пыхтят Где-нибудь Там На Дальнем Востоке На Курилах Или где-то Там В Африке Или Может быть Там Где-то На севере Европы А если На самом деле Вот этот Здоровенный Вулкан То когда Он маханет Всем мало Не покажется И те Недоумки Которые Сначала Будут Смеяться Над американцами Которые Первые Помрут Потом Будут Жалеть О том Что они Не умерли Первыми Вполне Возможно Будет И так Что Называется Исключать Этого Нельзя Да И Как бы Злорадствовать Вот Пусть Американцам Пусть Мне будет Плохо Зато Американцев Всех Зорвет К чертовой Матери Злорадствовать Так Конечно Наверное Будет Слишком Ну Я бы Сказал Наивно Вполне Может быть Что Аукнется Всем До конца Никто Не знает От этого Давай Дальше Пойдем Елена 777 Вопрос Эфир Что Вы можете Скать О прошлом Великанов Людей От 3 до 20 метров Не находили Либо следы Их цивилизаций Постоянно Куда бы Мы Не ездили В экспедиции Мы Имеем В голове В уме Вероятность Такую вероятность И периодически Отвлекаемся На Слухи На сообщения Что там Нашли Там Люди Видели Гигантские Кости Или гигантские Черепа И поверьте Всегда Ради Ну Даже Предполагаемой Даже Ради Эфемерной Возможности Ну Даже Ради Маленькой Возможности Ради Маленького Шанса Обнаружить Такие Кости Мы Свои Дела Оставляем И Стараемся Проверять Вот Такие Слухи Скажу Честно Пока Не Очень Слухов Много То есть Людей Которые С которыми Я лично Разговаривал Которые Не моргнув глазом Рассказывают Что вот Они Лично Видели Вот Такие Показывают Как рыбаки Разводят Руками Показывая Величину Черепов И Надо Сказать Это Это Впечатляет Но Вот В тех Случах Когда Дело Не Ограничивается Устным Рассказом Когда Мы Уговариваем Этого Очевидца Ну Давай Ты Нас Проведешь В качестве Проведника Покажешь Эту Могилу Мы Не Будем Расскапывать Мы Посмотрим То Что Лежит Вот В ряде Случаев Уговорить Удалось И Мы Нас Провожали Проводники Даже В такие Места Куда Вообще Ни одна Экспедиция Не рискует Добраться Например В горную Ингушетию По Грандзону Куда Сами Понимаете Не то Что Экспедиция Научная Куда В общем Человек Обычный И Не попадет Ну вот Доходит До анекдотов По мере того Как мы Приближаемся С этим Самым Проводником К Искумому Месту Где Лежат Кости Черепа Этих Предполагаемых Великанов Надо Конечно Видеть Реакцию Этого Самого Проводника Как Рыбак Он сначала Показывает Руками Разводит Вот такой Череп Огромный Потом По мере того Как мы Приближаемся Я вижу Как уменьшается Размер Черепов Которые Он показывает И Когда Наконец Мы Прибываем На место Выясняется Что Черепа Конечно Большие Но Не в разы А на проценты На 20% Больше Среднего Черепа Ну Это Я Опять же Ссылаюсь На свой Собственный Экспедиционный Опыт За который Я отвечаю И В котором Я уверен Что касается Что называется Сообщений Которые И я И вы Все И читали И фотографии Видели Это что называется Разговор Отдельный Фейков Фотомонтажа Много И у меня На страничке Есть примеры Того Как Обманывают Людей Вот Выдавая Черепа Ну Как Фотошопники Умело Так сказать Работают С Программами Превращая Изображение Обычных Раскопок В Раскопки С Гигантскими Черепами Все это К сожалению Присутствует Все это Имеет место Быть И наша Задача Наша С вами Задача Не попасться На Микини И не Ухватиться За Первый Попавшийся Фейк Вот За этим Я так сказать Следил И следить Буду Хорошо Вопрос Владимир Измытищ А какова Вероятность Того Что объекты При Предыдущих Цивилизаций Мы не Воспринимаем Как наследие Например Пшеница Или Луна Или соотношение Кислород Азот Прекрасные Примеры И на мой взгляд Они не менее Не меньше Имеют Права На существование Чем Все то Что я говорил До этого Каждый Подельности Из этих Пунктов Это отдельно Тема Разговора И лекции Ну Я думаю Человек Который Задает Вопрос Он Наверное В теме Раз Такой Перечень Грамотный Привел Но Но Этот список Еще можно Во-первых Продолжить Даже Цепочка ДНК Многие Доказывают Что Это Очень Информативный И К слову Сать Технологичный Способ Передачи Информации Что называется Нам пока Недоступны Но в принципе Он Перспективен Я уж Не говорю О том Что Наличие Пшеницы Культурных Злаков Пшеницы И отсутствие Ее Диких Предков Это тоже Так сказать Повод Задуматься А не Следы Лето Технологической Деятельности Высокоразвитых Цивилизаций Ну Список Большой И Этот список Так Фигурально Выражаясь Уходит В далекий Космос Не только Находится На земле В виде Вот таких Подарков С небес Предполагаемых Не только Над нашей Головой В виде Луны Которая Вот Тоже Непонятно Как До сих пор Я Как человек Знакомый С правилами Космической Баллистики Я не могу Понять Как Естественным Путем Мог Выйти На орбиту Вокруг Земли Могло Выйти На орбиту Вокруг Земли Тело Которое Врезалось В нашу Планету Что называется Это Красивая История Когда Сторонники Этой версии Ее Озвучивают Она Выглядит Вполне Убедительно Для людей Незнакомых С правилами Космической Баллистики А Те Кто Знакомы Он Задает Странный Но Убийственный Вопрос Для того Чтобы Выйти Как известно Из этих Правил Для того Чтобы Тело Вывести На круговую Орбиту Вокруг Планеты Круговую Или Эллиптическую Слабо Вытянутую Как у Луны В принципе Это не важно Нужно Как минимум Два импульса Два Приложить Дважды Усилия К этому Телу Ну Одно Усилие Согласен Оно было Во время Столкновения Но После этого Усилия После взрыва После столкновения Тело Если отскочило Оно должно Было Описав Дугу Описав Вытянутую Траекторию Вернуться И упасть На На ту же Самую Планету Для того Чтобы тело Например Искусственный Спутник Не упал На землю После того Как стартовала Ракета Нужно Этому спутнику Придать второй раз Импульс Уже там На орбите То есть Иными словами Чтобы Луна После столкновения С землей Согласно Самой распространенной Версии Научной гипотезе Чтобы она вышла На орбиту Вокруг земли Нужно Чтобы кто-то Придал Ей второй Импульс Уже там На высоте Сотен Тысяч Километров Над землей Сами понимаете Предполагать Что там На высоте Сотен Тысяч Километров Ее Эту Луну Случайно Толкнул Как в игре В бильярд Один шарик Толкает Другой Случайно Пролетающий Мимо Астероид Сами понимаете Ну это Слишком Фантастическая Версия Я бы сказал Абсолютно Ненаучная Противоречит Теории Вероятности И проще Предположить Что это было Сделано Искусственно Чем предполагать Притягивать За уши За уши Какой-то Астероид Вот Поэтому Вот таких Вот Вопросов Которые Которые стоят Перед Людьми Знакомыми С законами Природы С законами Физики С законами Баллистики Таких вопросов Не отвеченных Достаточно Большого количества И Если дальше Углубляться В космос То есть Не ограничиваться Окрестностями Земли Количество Этих вопросов Только увеличивается Не буду Углубляться В эту тему Может быть Посвятим этому Отдельный разговор Но Заканчиваю Ответ на вопрос К сожалению Да Я Как бы сказать Поддерживаю Интересы Этого Радиослушателя Согласен с ним Что нет Без дыма Без огня И наверняка Может быть Не весь этот Перечень Озвученный Является Доказательством Но Что называется Что-то точно Случайно Не появилось Но Тем не менее Все согласятся Со мной Все эти доводы Пока что Лишь косвенные Косвенные Так сказать Предположения Вот такого Среди этого Перечня Убедительного Так же Убедительного Как Вольфрамовые Находки Довода Наверное Нет Потому что На любой Довод Сами понимаете Найдется Скептик Который Фыкнет И скажет Пшеница Ну и что Ну потерялась Там Дикая Дикий прародитель Просто потерялся Или Мы не знаем Где искать Искали Везде А вот Там Где нибудь Там В Тибете Не искали Мы же не знаем Откуда Этот дикий Прародитель В общем Доводы Скептические Доводы Найдутся Всегда Поэтому Список Большой Но Но пока что Он косвенный Клим Вопрос в эфир Как проходят дела По изучению Каменных дисков Проходят Дело Не закончено Поскольку Была зима Естественно Была пауза В исследованиях Попасть на это место Где лежат Каменные диски Ну по крайней мере Я говорю о каменных дисках Волгоградских Потому что Есть еще Кемеровские Есть еще Кавказские Вот самые большие В мире Не только в России Но и в мире Это волгоградские диски Но попасть туда Вот конкретно На эту местность Можно только По хорошей дороге Поскольку В Волгоградской области Вот последние дни Были потопы Ну кто Кто смотрел Новости знает Там дороги Развезло И мы планировали В 20-х числах Мая туда попасть Но из-за того Что дороги Не пролазные Просто Мы пока Перенесли Это Очередное Исследование На середину Июня Если Погода Так сказать Позволит Проведем Если нет Ну Перенесем На еще больше Более позднее время Так что Естественно Мы эту тему Не забудем И Она пока Не закончена Но Сами понимаете Не занимались Мы этой темой Каждый день Была пауза Хорошо Виктор Леонидович Задал вопрос О Чендарской плите Что говорят В ваших академиях Я понимаю Некий такой Сарказм Хочется Ответить Также С юмором Но Отвечу Серьезно Ну Во-первых Я не знаю Какие наши Академии Он имел ввиду Ну Как бы сказать Долой Скепсис Отвечаю На полном Серьезе Я знаком С этим Артефактом Предполагаемым И понимаю Что Для Башкирии Где считают Ее Национальным Достоянием Это Не просто Научная Находка Это Вот Сродни Это Даже без Всяких Кавычек Без всяких Натяжек Это просто Национальное Достояние Спорить Критиковать Национальное Достояние Ну Мягко Выражаясь Ну Некорректно И Я бы сказал Не по Взрослому И Поэтому Я здесь В отношении Данного Вопроса Как бы Сдерживаюсь Своим Воспитанием Чтобы Чтобы Никого Не Обидеть Поэтому Отвечу Не столь Категорично Как Хотелось Бы Я Осматривая Эту Плиту Если честно Не вижу Доказательства Что Она Является Копией Рельефной Копией Как утверждается Этой Местности У меня Есть На то Основания Среди Которых Вески На мой взгляд Довод На этой Плите К слову Сказать Если хорошо Ее повертеть Как и многие Другие Плиты Как и многие Другие Камни И Что называется При Минимальной Фантазии Я Наверняка Могу Найти Камни С картами Подмосковья Или с картой Любой Другой Местности Я думаю Что наши Радиослушатели Тоже Подбросят Такие Находки Так вот Почему Я считаю Ее Не похожей На Реальную Карту Потому что Авторы Этой Версии Были Вынуждены Допустить Они Это Утверждают Что На Карте Изображены Какие-то Очень Помимо Помимо Трещин Которые Они Ассоциируют С современными Реками Там Изображены Какие-то Трещины Которых Которым Нет Аналогов На Современной Рельефной Карте Они Авторы Версии Утверждают Что Эти Рельефные Трещины На самом Деле Являются Копиями Когда-то Существовавших В древности Больших Оросительных Или Судоходных Каналов Что Называется Пади Казалось бы Пади Докажи Были Они Или Не Были Но Дело В том Что Каналы Авторы Утверждают Что Это Гигантские Каналы Шириной Чуть Я Не помню То ли Сотни Метров То ли Типа Того Но Даже И более Скромные Каналы За тысячи Лет Хоть И Осыпаются Хоть Обмелевают И Из них Уходит Вода Я Видел Такие Каналы Кто Хочет Увидеть Древний Канал Который Уже Давно Не Канал А Как бы Только Воспоминания Канали Приезжайте Пожалуйста В Волгоградскую Область Место Поселок Называется Петров Вал Название Связано С тем Что В Петровские Времена При Император Петре Первом Там Копали Волгодонской Канал Выкопать Его Почти Выкопали Но Что называется Там Что-то Не срослось Что-то Не то Так сказать Не докопали В результате Канала Не получилось Он Обмелел Естественно Сильно За Прошедшие Века Деградировал Но Остаться Он Остался И Поверьте Он останется Еще на Тысячи Лет Подчеркиваю Приезжайте Посмотрите Зарыть Его Можно Зарыть Но Для этого Нужно Приложить Усилий Не меньше Чем Для того Чтобы Вырыть Поскольку Это Никому Не нужно Было Этот Старый Канал Он Остался И Настолько Он бросается В глаза Что Дал Даже Название Поселку Рядом С Который Рядом Построили Поселок Напомню Называется Петров Вал То есть Как Не Петров Канал Он Не похож Уже На Канал Но Валы От Этого Канала Остались И Соответственно И в названии И в реальности Вот Вот Поэтому Если бы В Башкирии На территории Точнее Современной Башкирии В те времена Когда там Не знаю Динозавры Может быть Бегали Даже Если бы Существовали Такие Каналы То Мы бы Этот канал Не более Фантазия Людям Не приходило В голову Что можно Два Несмешиваемых Металла Вместе Там Сложить И А сейчас Термин Даже Не термин А Просто Биметаллические Пластины Или Биметаллические Изделия То есть Изделия Сделаны Из двух Металлов Скрепленных Между собой Это Распространенная Техническая Соответственно Освоенная Технология Поэтому Я вполне Допускаю Что И Такое Можно Сделать Да Это Мы Сейчас Мы не знаем Этого Я не спорю Вот С этим Против этого Я Не буду Возражать Но подчеркиваю Это недостаток Моих знаний В том числе Я надеюсь Я понял Почему Виктор Леонидович Так Отреагировал Дело в том Что То что там Говорят Что это карта Но это Домыслы Тех Кто это Говорит Мы же Не знаем Истинное Предназначение И создание Кусочка От чего Либо Вот с этим И спорю Конечно Поэтому Если мы Говорим о карте То да Очень много Вопросов Есть Но если Мы видим Что технологии Такие Которые Даже Некоторые Современные Летейщики Не могут Себе Представить Что так Можно Что-то Сделать То Тут Надо Говорить Что Технологии Это Или Какая-то Случайность Например При Атомном Взрыве Когда Было Давление Температура Но Тогда Где Другие Следы Да То есть Атомный Взрыв Он должен Быть Очень Сильный Или Это Что-то Воспроизводилось Локально И Тогда Вопрос Для чего Это Производилось Это Второй Вопрос Что Это Не Карта Ты Стоишь Под Сомнением Здесь Я ничего Не Возражаю Но Это Воспроизводилось И Это Указывает На то Что Технологии Были Очень Серьезные А Кто Владел Этими Технологиями Мы Опять Возвращаемся Опять же К Ревизии Нашего Наследства Древних Цивилизаций Ладно В общем С такой Постановкой Я согласен Не буду Ее продолжать Я ответил Что Действительно Моих знаний Не хватает Я Надеюсь Что Технологически Этот вопрос Тоже Будет Решен Не мною Так Кем-то Другим Хорошо Следующий Вопрос Расскажите Про подземные Ходы на Таймыре Если Мы Опять же Привязываемся К Древних Нашим Цивилизациям Я Был На Таймыре В прошлом Году Места На мой Взгляд Вот Если На нашей На территории Нашей Страны Так Вот Фантастическое Место Так Условно Называемое Затерянный Мир Вот Как Такой Расхожий Уже Стал Термин Фантастический Если Предположить Что Где-то Вот Есть У нас Затерянный Мир То С моей Точке Зрения Это Там Таймыр Или Плато Путарана Одно С Самых С одной Стороны Труднодоступных А с другой Стороны Мало Исследованных И Одновременно Вот Загадочных Мест Там Если Я скажу Сейчас А я А я Скажу Что Там Есть И тоннели Искусственные Есть И Пещеры Гигантские Пусть Пожалуйста Вас Это Ну Неправильно Не ориентирует Пожалуйста Не думайте Что Если Вы Все-таки Так сказать Позволите Себе Накопите Денег На вертолет На самолет Добирание Туда Очень дорогое И Если Вы туда Отправитесь То Вы Непременно Так Сойти Зайдя На это Плато Непременно Попадете В одну Из пещер Это Сделать Очень Сложно Потому Что Размеры Плато Путарана Гигантские Они Сопоставимы Со Среднеевропейской Страной И Попасть На Многие Вот Из Подобных Древних Возможных Древних Тоннелей Возможных Я подчеркиваю Потому Что Я не Видел Ни Одного Из Них К сожалению Без Снега То есть Ну Климат Там Тоже Оставляет Желать Лучшего И Даже Летом Ну Может Быть В разгар Лета Надо Туда Попасть Чтобы Увидеть Эти Тоннели Без Снега Без Иния На Потолке Но Сами Понимаете Даже В июне Может Быть Даже В июле Там Еще Лежит Снег По 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 Даже Когда Он Тает На Поверхности На Земле На Склонах Обращенных К Солнцу Внутри Тоннелей Он Держится Очень Долго Может Быть Я Этого Не Знаю Может Быть И Круглогодично Поэтому Рассмотреть Визуально Или Хотя Б Увидеть На Снимках Тех Кому Посчастливилось Попасть В эти Тоннели В теплое Время Я Ни разу Ни лично Ни Утверждать Что Либо В части Их Происхождения Вот Но Даже Из Этих Слов Вы Поняли Что Загадки Там Еще Ждут Нас Очень Большие Понятно В общем Динозаврика Или Птеродактиля Маленького Ты Оттуда С собой Не Привез Хорошо Следующий Вопрос От Клима Как Проходит Исследование Кавказского Мегалита Пусть Уточнить Пожалуйста О каком Конкретно Мегалите У меня Несколько Вариантов Предполагаемого О чем Он мог Спрашивать Хорошо Большой Мегалит Мегалитов Огромное Количество И Еще Вопрос От Виктора Леонидовича Что известно О Сантиях Даков Я Я понял О чем Идет речь Но Не являюсь Специалистом Поэтому В этом Вопросе Поэтому Я пока Своё мнение На это Чуть не имею Поэтому Не буду Разглагольствовать То в чем Слабо Разбираюсь Ну что ж Вопросы Все у нас Исчерпаны У нас уже Скоро Почти 4 часа Будет Нашего эфира Такой Небольшой Марафончик Я хочу Тебе задать Вопрос Увидел У тебя Объявление Что был Открыт музей Вот Немножечко Расскажи Об этом музее Что за музей Где этот музей И так далее Ну да Я действительно Забыл Упомянуть О том Что Тема у нас Сегодняшняя Очень гармонирует С темой Музейной Мы говорили О ревизии Древних знаний Древних артефактов А где Как Не более Удобно Вот Такую Ревизию Делать Как в музее Лучшего места Не придумаешь Вот Действительно Вы правы В прошлом месяце В мае Собственно Меньше месяца назад Вот такой музей Был Действительно Открыт Официально Он называется Музей Тайн Или второе Название Музей Космопоиска Кто хочет Его посетить Пожалуйста Музей Некоммерческий Сразу Предупреждаю Платить За экскурсию Не надо Но Опять же По той же самой Причине Там постоянно Он постоянно Не открыт И Либо Посетить его Можно по вторникам Во второй половине дня Либо Ну Отдельно Предупредить Отдельно Договориться Значит Музей Уникальный И Несмотря на то Что Он собран Буквально Нашими руками То есть Без всяких Спонсоров Несмотря на Скромные размеры Помещения Он Во многом Уникален Хотя бы тем Что Артефакты Которые Экспонаты Которые там Находятся Многие К слову сказать Просто Иллюстрация К теме Нашего Сегодняшнего Разговора То есть Многие Артефакты Многие Экспонаты Это и есть Предполагаемые Древние Какие-то Изделия Некоторые Некоторые Предполагаемые Изделия Уже Раскритикованы Уже Выяснилось Что Что Это Игра Природы Как В общем Часто Бывает Ну Некоторые Артефакты Остаются Зарубежных Зарубежных Музеях Например У нас Самая Большая Коллекция Автографов Шаровых Молний То есть Следов Которые Оставляли Шаровые Молнии Прожигая Технику Прожигая Стекла Деревья И другие Преграды Некоторые Отверстия Которые Делает Шаровая Молния Идеально Ровные Некоторые Не идеально Ну В общем Это Как говорят Ученые Это Предмет Для исследований Есть Пожалуйста Если кому Интересна Тема Шаровых Молний Что называется Уже не на пальцах Уже не на словах Уже Есть то Что можно Подложить Под микроскоп Есть у нас Из уникальных Экспонатов Пожалуй Единственный Наверное Такой Прецедент Единственный Древний Каменный Шар Это Вот Как раз С Намеком С возможным Намеком На древнее Наследие Древние Каменные Шары В общем Вещь не уникальная Сразу скажу Они Встречаются В разных Странах Самые Известные Конечно Это Перуанские Шары Размером Такие Почти Идеально Ровные Каменные Сферы Искусственного Конечно Происхождения По крайней мере Перуанские Они Там Встречаются Размерами Там От метра До Двух Двух с половиной Может быть даже Может быть даже Трех метров Хотя вряд ли Разбросаны Они Вроде В хаотичном Порядке Другие Утверждают Вовсе не в хаотичном Порядке Эти шары Символизируют Звездные Карты То есть Соответственно Они расположены Как звезды На небе В том же Порядке Ну и Размеры Их И видимо Может быть даже Цвет Там как-то Символизируют Ту или иную Звезду Но это Пока версия Есть Древние Шары У нас На территории Нашей страны Ну по крайней мере Наш Тот образец Который в музее Находится Он Найден На дне Черного моря Аквалангисты Поднимали его Во время Экспедиции Космопоиска 2007 года Сами понимаете Каково было Поднять со дна Потом Вытащить на берег Потом Загрузить В автомобиле Довести это до Москвы В общем Та еще задача С инженерной точки зрения Если задумаешься То В общем Десять раз Передумаешь Но тем не менее Это тот единственный случай Когда Эта Вот такая задача По транспортировке Была Доведена До До финала То есть Многие Видели Ну Может быть Не многие Но Те кто хотел Увидеть Покупали путевки Там в Перу Или На остров Чампа Это Российский остров На берегу Ледовитого океана Сами понимаете Добраться туда В общем Не каждый турист Может Но добирались Ну вот Теперь После открытого Музея Наступил Такой момент Когда Чтобы увидеть И прикоснуться К древнему Каменному шару Нужно ехать Не в Перу И даже Не на остров Чампа На Ледовитый океан А достаточно Прийти В музей То есть Что называется Ну совсем Мы упростили задачу И если Кто Кто интересуется Этой темой Даже в музей Дойти будет Лениво То я уже Не знаю Скать Что дальше Говорить На эту тему Кроме этого В нашем музее Наверное Единственном музее В мире Есть Вывороченные С корнем Деревья Которые Привезли С Тунгускоподобного Взрыва На самом деле Когда И на Тунгуске И на других Подобных Взрывах Вывороченные С корнем Деревья Конечно Не были Редкостью Там их Повыворачивало Там Миллионами Ну если не миллионами То сотнями Тысяч штук Но Как бы Не хотели Может быть Музейные работники Подобное Бревно С вывраченными Корнями Как бы Поместить в музей Сами понимаете Транспортировка Просто Проблемы С транспортировкой Ставят Делают Задачу Неразрешимой Ну еще Ни одному Человеку И мне Тоже Не удалось Из тайги На вертолете Или Пешком По тропе Кулика Трое суток По болоту Надо идти И чтобы кто-то Прошел Эту тропу С бревном В руках Ну это просто Нереально Так что Это объясняет Почему До сих пор В музее Подобного Артефакта Не было Но теперь Он есть И опять же Чтобы увидеть Как Сила взрыва Не только Выворачивает С корнями Деревья Но даже Еще и Оказывает Термическое Влияние То есть Опаливает Корни Они Действительно Содержат На себе Следы Такой Высокой Температуры Что это такое Как бы Вопрос Отдельный Спорный Но Опять же Это То что Является Научным фактом То что Можно И нужно Исследовать Вот это Так сказать Тоже впервые И Ну я Могу продолжать Еще Поскольку Это Пока Любимое Детище Так сказать Только Так сказать Родилось Я могу Продолжать Список Очень долго Того Что Там Самое Самое Лучшее Или Самое Или Единственное В мире Или Самое Большое В мире Но В любом Случае Я Подытожу Музей Этот Не Закончен И Я Очень Надеюсь Что Силами Радиослушателей Силами Посетителей Я Всегда К посетителям Обращаюсь Если у вас Есть что-то Такое Подобное Приносите Поместим Музей Со ссылкой На вас Или Как вы Скажете Так что Я очень Надеюсь Что музей Как Живой Организм Будет Пополняться Будет Видоизменяться Дополняться Уточняться И так далее И тому подобное Вот Так что Приходите Ближайшая Экскурсия Для людей Ну Опять же Повторяю Бесплатная Будет Во вторник В 16.30 Адрес Улица Сиванская 13 Дроп 1 Ориентир Это метро Царицыно В Москве Так что Милости просим Ну и К слову Сказать Заканчивая Тему С музеем Наверное В этом музее Воочию Видна Вот та самая Ревизия Что мы имеем В плане Древнего наследия А что не имеем К сожалению У нас там нет Наследия Ну так как Это понимает Большинство Вот Ну некого там Золотого Скрижали Или Рунических Каких-то Там Рунические Письмена Там Изображенные На древних Плитах Ну или Что нам Вот В голову Приходит Какие фантазии Как мы Видим Как бы мы Вот на месте Древних Наследия Вы изобразили Ну Вот Такие фантазии Как бы сказать Пока остаются Фантазиями Ну по крайней мере Для нас Пока не реализованы Я допускаю Что это где-то есть Но пока Вот Наследие То Которое Мы имеем То Которое Нам доступно Вот Выражается В виде Артефактов Непонятных Изделий Сделанных Непонятно Для чего Или как бы Мы догадываемся Для чего Но не уверены Ну Одним словом Еще раз Как бы сказать Возвращаясь К общей теме Нашего разговора Я Как Как Человек Который С инженерной Точки зрения К этому Подходит В первую очередь Ориентируясь На Не на Намеренном Каком-то Послании На которое Я так думаю Времени У погибшей Цивилизации Могло просто Не быть А я Ориентируясь На поиски И на разгадку Обычного Бытового Ну Можно сказать Мусора Или бытовых Отходов Или Скорее всего Вот Того Что осталось После гибели После внезапной Гибели То есть Это Обычные Технические Устройства Обычные Бытовые Предметы Которые Вдруг Вот В результате Катастрофы Стали Так сказать Бесхозными И Очень Долго Хранились В почве Или там В земле Или В воде В общем В плохом состоянии И в плохом состоянии Наконец В виде В виде В виде В виде Окаменевших И прочих Так сказать Сильно Деградировавших Предметов Сильно Видоизменившиеся Наконец Дошли До нас И Вот Так сказать Заставляют Я думаю Что Тем более Это же Насколько я понимаю Библиотека Да Здание библиотеки Да Это здание библиотеки Но Мы Говорим Об отдельном Помещении С надписью Музей Тайм Ну Кто захочет Найдете по адресу А там Спросите Вам покажут пальцем Хорошо Ну Во всяком случае Очень Интересный На мой взгляд Эксперимент И Уже Это переходит Из эксперимента В постоянную Такую Экспозицию Дополняющуюся И Я думаю Тем кто Интересуется Это будет Очень Интересно Благодарю тебя Что ты Об этом Рассказал Скажи пожалуйста Вот мы сейчас Говорили про лето Что экспедиции Экспедиционный Такой сезон Начался Вот Космопоиска Какие Намеченные На лето Слеты Фестивали Экспедиции Для всех желающих Или для специалистов Ну в частности Там про Горную шорю Ты немножечко Здесь сказал Что ты так В конце эфира Еще расскажи нам Об этом Да Очень коротко Естественно Потому что Подробно Наверное Будет Утомительно Подробно Вы найдете Вконтакте Периодически Я публикую Список Экспедиций Или Можно найти Вконтакте Группу Называется Новости Космопоиска То есть Космопоиск Но поскольку Там Новостей Много Отмотать Странички Вниз Чтобы Найти Исковы Трудно Поэтому Возникла Вот такой Даджест Который Называется Новости Космопоиска Там Только Выжимки И только Новости Касающиеся Планов Поэтому Зайдя туда Вы Отмотаете Там Не так далеко Чтобы Найти Так сказать Ответ На свой Вопрос Значит Коротко Планы Следующие Ближайшие Буквально Через Неделю Даже По-моему Чуть Меньше Ближайшие Выходные Это Праздники Будут 10 12 Июня Пройдет Полевой Съезд Экспедиция На Медведской Гриде Это Открытое Мероприятие Впервые К слову Сказать 30 лет Я Никого Постороннего Не брал На Медведскую Гряду И вот Первая Такая Попытка Опыт Провести Полевой Съезд Это Намеренно Сделано Цель Этого Полевого Съезда Как раз Я бы сказал Тоже Перекликается С темой Нашего Сегодняшнего Разговора Попытаться Перейти Мы Мы конечно Давно Занимаемся Параллельно Двумя Направлениями Хотя Это Взаимопересекающиеся Дополняющие Направления Мы Первое Не только Исследуем Загадки Древности Или Современности Но Второе На мой взгляд Не менее Важно А может быть Даже более Важно Мы пытаемся На основе Полученных Знаний Что-то Конструировать Самим С одной Стороны Это Проверяет Наши Догадки Это Лучший Способ Проверить Является Ваша Точка Зрения Об устройстве Древнего Артефакта Или об устройстве НЛО Верной Лучший Способ Проверить Повторить Попытаться Повторить Так вот Уфо Инженеры Термин Придуман Сами понимаете Недавно Или Специалисты В области Уфо Космонавтики То есть Это те Кто Исследует НЛО Не просто Ради интереса А для того Чтобы попытаться Понять Как устроено Этот объект Это явление Для того Чтобы Самим летать Я очень надеюсь Что рано или поздно Это будет И мы будем летать Приводить В шок и трепет Дикие цивилизации Которые будут гадать Что это над ними Пронеслось Так вот Тех Кто Увлекается Этой темой В первую очередь Мы и приглашаем На съезд А место выбрано Не случайно Потому что Медведская гряда Это фактически Полигон Шаровых молний Полигон НЛО Места посадок Остались Места посадок НЛО Места воздействия Шаровых молний Остались То есть Иными словами Есть предмет Для исследований И где Как не на таком полигоне Еще Говорить о планах Создания НЛО Подобных аппаратов Это первый опыт Подобного съезда В таком месте Так что Так что Приглашаю всех туда После этого Будет экспедиция В Краснодарском крае Под Армавиром Под Новокубанском По исследованию кругов на полях Сами понимаете Время Подобрано Не случайно Про круги на полях Мы говорили И еще Поговорим Обязательно Это загадка Не менее Животрепешущая Чем древние наследия После этого Это вторая половина Июня Июль У нас Пройдет под знаком Кыштымских исследований Это Челябинская область Урал В этом году Исполняется 20 лет Кыштымским событиям А новые сведения Поступали И поступают Ну Я имею в виду Мы находим Или нам приносят В прошлом году Была экспедиция На этом месте И нас Ждали там Потрясающие сюрпризы Я Не знаю Как радиослушатели Отнесутся Но Я бы Может быть Посвятил бы Отдельную тему Вот этому Кыштымской загадке Вокруг которой Естественно Много кривотолков И художественные фильмы И мультфильмы Я уже видел А уж Сколько вариантов Статей Я читал Но Вот Ни одной статьи Которая Меня бы лично Удовлетворила Я не прочитал До сих пор А сам Книгу На эту тему Пока не закончил Так что Единственный вариант Пока что Услышать Радиослушателям О том Что в реальности Было На Возле Кыштыма Это Наверное Вот Как-нибудь Запланировать Будущий Эфир На эту тему После этого Будет В августе Еще Несколько Предполагаемых Экспедиций Но Сейчас Вот Как раз Решается вопрос Это будет Горнашория О которой Мы говорили И Еще Там Что-то Поскольку До нее Далеко Ехать Поэтому Мы За одну Поездку Моя Концепция Такая Если Далеко Едешь То Надо Решать Не одну Задачу А 2-3 Как минимум Потому Что В сумме Получается Дешевле Чем 2-3 Раза Съездить На такие Расстояния Вот Поэтому Сейчас Вот Эта Горнашорийская Или Кемеровская Экспедиция Она Пока Что На август Осторожно Скажу Но Следите За новостями Там Более Конкретно Будет Обозначено Ну Там Естественно Будут И сентябрьские Экспедиции И Экспедиционный Сезон У нас Расписывается И Распланируется Вплоть До Ноябрьских Праздников То есть Фактически До первого снега Так что Тем У кого там Ограниченное время Только на каникулах Или только В отпуске Может принять участие В общем Выбор Есть Так что Выбирайте Присоединяйтесь Все экспедиции Бесплатные Волонтерские Но Тем не менее Так сказать Те Кто к нам Будет приезжать Напоминаю У нас Небольшая Пусть небольшая Но дисциплина Есть Сухой закон То есть Пусть И Волонтерская Экспедиция Но тем не менее Подходите К этому Ответственно Те Кто именно Так И Смотрит На 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 Участие В экспедиции Я думаю Для таких Серьезных Людей Это Как раз То что Нужно Так что Милости Просим Хорошо Благодарю тебя За очень Интересный Эфир За очень Интересные Сообщения Выкладки Которые Ты Нам Всем Выдал За Ответы На Вопросы Наших Радиослушателей А в свою очередь Наших Радиослушателей Благодарю За интересные Вопросы За реплики Которые в чате Появлялись Было Видно Некое Оживление Кое-кто Не соглашался С твоими Доводами Это нормально Да Это вполне Естественно И нормально На том И все Человеки И люди У нас Есть свои Взгляды На этот Мир На эту Жизнь Свои Какие-то Личные Опыты Поэтому Это все Хорошо и Правильно Но Во всяком Случа Есть Возможность Пообщаться Лично И С пользой Провести отпуск С пользой Провести Лето А не просто На пляжу Где-нибудь Полежу Так что Присоединяйтесь Это будет Полезно И для вас Лично И для Восстановления Правды Кое сейчас У некоторых Товарищей И не товарищей Не в чести Наша задача Потихонечку Из этого Морока Выходить Напоминаю Что сегодня 3 июня 2016 года Пятница Все лето Еще впереди Или по одному Из старинных Календарей 13 день Месяца Будем решать Какие-то Неотложные Какие-то Неотложные Вопросы Спасать Этот Мир Ну вот На этом Наверное Будем уже Распрощаться С нашими Радиослушателями И с тобой Желаю всем Друзья мои Добра До новых встреч Услышимся За всем Раскланиваемся И желаем Поддерживаю Распрощаться Распрощаться